здравствуйте дорогие друзья на часа 19.00 и наш фестиваль продолжает свою работу и в эфире музей костына и сергей костына добрый вечер привет привет так сейчас я жду когда мы тут наконец-то появится вы пожалуйста напишите видите вы нас и слышите ли у нас чтобы не волновались что-то крутится крутится на сейчас появится волнительный момент и что я нас вижу но надеюсь сейчас тоже все напишут но совсем кратко у нас сегодня праздничный день почему потому что сегодня у нас экватор то есть вот прям до этого момента еще не половина после выступления будет чуть-чуть мы перевалим за половину у нас такой такая серединка фестиваля получается но я сегодня мы обсуждали с некоторыми спикерами с некоторыми выступающими хочу отметить что очень позитивно все идет вам низкий поклон за то что вы так по-доброму относитесь к людям которые выступают и иногда бывают какие-то технические у нас накладки вот сегодня например ночью я знаю была атака на наш сервис и какое-то время даже была запись недоступная делал отдельную рассылочку но сейчас вроде все заработало так ну что технических моментов наверно уже нету хотя каждый день записывается достаточно много людей в список то есть приходят новые 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 зрители это радует но на всякий случай повторюсь если какие-то у вас вопросы по заказам почему то у вас не пришел курс не открылся или открылся еще чуть не работает обязательно пишите на адрес школы не нужно писать мне вконтакте в почту еще куда-то там вот у нас под баннером сегодня увидите красивые ножки с красивыми сапожками это будет такой курс он предложил в конце внизу есть контакты это email и два телефона оба телефона бесплатные верхний телефон для звонков из москвы и по россии нижние также из москвы и по россии но наверх еще можно звонить из других стран вот если вам почему-то что-то не ответили заказов много реально то есть просто скорее всего менеджер не успевает вы ему еще раз напишите или позвоните но в рабочее время по москве но вот это пожалуй то что хотелось не сказать вот и не буду долго тянуть и ваше терпение напрягать потому что по активности в чате сегодня все пришли кто мог никто не мог наверное потому что ну на этого человека действительно обязательно нужно прийти посмотреть еще есть что посмотреть очень классный мастер-класс очень подробно очень-очень практический и очень хороший курс будет предложен сегодня выступает у нас марина майорова человек который создает уникально красивые аккуратные качественные вещи в технике как я понимаю в основном мокрого валянина начать все про себя конечно лучше расскажет вот но вот то что мне очень нравится поскольку я сам родом из новосибирска и мое детство прошло в валенках сегодняшняя тема для меня близко близкая прямо родная потому что я все эти валеные вещи очень люблю ну и достаточно долго я ходил в шинели если чё если уж на то вот и так мы вам представляем марина майора сейчас мы проверим какие видно и слышно марина да я здесь готова готова дальше вы в эфире давайте поприветствуем марину восклицательными знаками много-много а мы отключаемся будем рядом если что все вы в эфире здравствуйте очень рада всем кто нашел время и возможность присоединиться к нашей конференции меня зовут марина майорова войлоком я занимаюсь уже четыре года но не знаю много это или мало но вот такой срок у войлоком моей любви влюбилась я волок но можно сказать первого взгляда и как сейчас понимаю видимо это навсегда работу я техники мокрого валяния создаю сумки аксессуары ботинки ну в общем обувь аксессуары и обувь очень люблю толстый войлок очень и уверена что толстый войлок может быть и стильным и изящным не теряя своих качественных составляющих но вот давайте я вам сейчас покажу некоторые своих работ ну вот эти вот ботиночки например сейчас я вам их покажу но это вот ботинки которые сейчас вот ждут ждет хозяйка ну тут еще не хватает некоторых аксессуаров так сказать здесь еще подразумеваются гетры вязаные ремешочки ну в общем некоторые составляющие аксессуары вот так выглядят ботинки так есть вот такие ботинки хозяйка этих ботинок даже обещала присутствовать тоже на вебинаре но не пока не знаю присутствует или нет мариша если ты здесь отзовись вот твои ботиночки вот такие есть сапоги на каблуках пожалуйста вот такой вариант сапог надеюсь что всем видно так выглядят сапоги на каблуках дальше что я хочу показать я хочу показать вещи в которых я уже сама отходила например два сезона вот сапоги ботинки это ботинки можно сказать одних из первых которые я сделаю протестировала практически в течение двух лет ну вот видите как они выглядят то есть не деформировались пятка не ушла никуда не уехала нос не уехал то есть в принципе вы можете посмотреть на них на ярмарке мастеров они у меня выставлены эти ботиночки ну в качестве примера вот какие были такие остались вот по подошве видно что в них ходили два сезона ну понятно конечно что краснодар это не сибирь но тем не менее я их начинаю носить где-то в октябре хожу и в дождливую даже погоду поскольку хорошо сваленный войлок он практически отталкивает воду ну главное не стоять лужи выше уровня подошвы а так запросто можно даже ходить и дождь вот таким образом у них подымается голенище что делает их более высокими захотелось отвернули голенище и получили вот такие коротенькие ботиночки так дальше дальше есть сумка с которой я хожу уже два сезона практически но многие наверное видели эту сумку кто-то видел ее в качестве фотографий на ярмарке или у меня в группе вконтакте а девочки которые бывают у меня на мастер-классах они видели ее живьем эту сумку то есть я приезжаю с этой сумкой на все мастер-классы практически и хожу с ней и эксплуатирую ее практически и в хвост и в гриву что говорится как говорится но тем не менее вот она не потеряла ни своей формы не облохматилась какая была такая и осталась ну то есть все мои сумки к тому же имеют обязательно подкладку не знаю вы сейчас увидите или нет обязательно подклад обязательно кармашки то есть сумка должна быть в моем понятии ну вот со всеми составляющими так дальше дальше я покажу ботиночки в которых я тоже походила это клеводосики так называемые я обязательно тестирую свои модели вот такая модель это уже демисезонный вариант ботинок вот такие ботиночки очень их люблю очень оказалось удобная подошва демисезонная то есть это вариант демисезонной подошвы можно ходить осенью ну в принципе если одеть теплый носок то запросто можно и в краснодарскую зиму отходить вот лоферы туфельки для лентяев туфельки без застежек надел и пошел что называется вот это тоже моя пара я в ней тоже побегала в этой паре очень удобно если это где-то средняя полоса то в принципе в них можно ходить и летом даже ну понятное дело в краснодаре у нас не очень то сильно наверное летом хотя сейчас тоже погода меняется можно походить но в принципе запросто можно ходить и летом вот такая форма у этих туфелек очень мягко удобно нога их практически не чувствует просто летаешь в этих таких туфельках войлочных так покажу свою сумку я ее по ней уже делала и мастер-классы вы наверное видели может быть вернее кто-то видел мастер-класс в книге Лены Смирновой после этого я сделала такую сумку на заказ но вот это осталась сумка у меня эта сумка так сказать презентационная я ее показываю вот эта сумка которая была по которой был сделан мастер-класс и в принципе я его еще и разместила теперь уже и на ярмарке мастеров так что его можно посмотреть вот такая сумочка ну тоже очень удобная очень такая ну в общем мне эта сумка очень нравится если честно я ей очень люблю эту сумку и сама техника которая здесь была использована в декоре мне тоже очень нравится но это я потом попозже об этом расскажу что я очень люблю вот такие вещи как добавлять всякие такие детальки в декор сумки то есть расшивать сумку шелком какие-нибудь маленькие железочки деревяшечки то есть это мне очень нравится так ну и пожалуй что я еще покажу это я покажу собственно сапоги вот эти сапожки вот видите это сапожки с твердым голенищем прям слышно с твердой стопой то есть полноценные сапоги и с мягким голенищем ну то есть так называемые сапожки чулки вот таким образом верх фиксируется на любой высоте вашей ноги как вам удобно вот таким образом вот по этим сапожкам я подготовила видеокурс этот видеокурс в принципе в этом видеокурсе я получается отсняла практически все моменты изготовления таких сапожек то есть в нем рассказывается и показывается от начала до конца как сделать такие сапожки своими руками и в принципе без особых физических усилий если так можно сказать то есть без рубеля даже в принципе мы их валяем только своими собственными руками вот все и это вполне доступно ну почти всем вот таким образом видеокурс этот можно будет сегодня купить ну в принципе наверное я думаю теперь можно перейти презентации дальше так и так ну вот я уже сказала что меня зовут майорова марина это вы уже все слышали кто не знает кто знает тот знает да это кто знает тот значит меня уже знает и так что я хотела сказать что войлок действительно во всех отношениях изменил мою жизнь это вот чистые правды слова потому что в тот день когда я увидела в интернете валеный шарфик этот день изменил практически мою жизнь во всех отношениях то есть у меня появилась любимая работа ну вернее сказать сначала это было хобби которое доставляло удовольствие а потом оно переросло в любимую работу в личном плане ну это тоже да изменило мою жизнь потому что наша семья так сказать более сплотилась ну вот как Кот Матроскин говорил что работа на моё благо объединяет вот так у нас тоже произошло то есть в принципе меня поддерживают все члены моей семьи и принимают посильное участие в работе моей ну если надо конечно и рубелем помахают помогут если надо и сфотографируют мои работы если надо и помогут с продвижением с рекламой ну то есть получается в каком-то смысле мы уже команда вот таким образом ну и еще что очень важный очень важный момент ну вот войлок он подарил мне очень много новых друзей и единомышленников и это ну вот это так здорово когда у тебя есть люди которые тебя понимают что называется с полуслова когда ты начинаешь рассказывать о чем там захлёб о том о том как это делается так как это вот эта фишечка делается так и тебе отвечают ну не для проформы а тоже с таким же азартом с такой же ну в общем с таким же чувством отвечают тебе ну в общем классно когда есть такие сумасшедшие в хорошем смысле слова люди которые любят то же самое дело которое любишь ты вот и кстати о единомышленниках девочки ну мне будет очень приятно если вы отзоветесь те кто меня знает в чате вот таким образом а в принципе я так думаю что много девочек по крайней мере обещали быть на этой конференции и отозваться тех именно кого я знаю вот я видела Лену Смирнову которая в каком-то смысле тоже мой пиарщик потому что мои мастер-классы были напечатаны в ее книгах вот Наташу Короткову ну вот Наташа Короткова это одна из моих учениц которая сейчас ну как можно конечно сказать если она не обидится ну потому что да действительно я показывала ей мастер-класс по сумкам а но сейчас она сама уже абсолютно отличный мастер со своим почерком со своим стилем и мне и мне меня у меня это вызывает тоже гордость вот таким образом кто еще здесь есть а Леночка я тебя тоже обожаю люблю а а Лена Шайдулина тоже да ну мы знакомы правда заочно но тоже Светлана Васильева да девочки мне очень приятно вас всех здесь видеть это очень приятно да ага вот у нее ботиночки тоже я покажу ее работу Марина приезжала из Финляндии на мастер-класс очень-очень здорово очень приятно девочки я вас всех очень люблю спасибо большое вам вот Наталья Ермакова тоже приезжала ко мне на мастер-класс из очень далека ну вот так девочки большое всем спасибо за то что вы нашли время и пришли меня послушать и посмотреть так ага вот Татьяна Кохлова тоже спасибо Таня хоть обувь не валяю не могу не восхищаться спасибо большое Тань вот таким образом ну значит потихонечку будем двигаться дальше ну как все начиналось начиналось все с сумок вот в принципе сумки понятное дело что каждая каждая женщина что какой самый любимый аксессуар у женщины это конечно сумки ну вот и тут когда я начала заниматься войлоком открылись такие просто грандиозные просторы для творчества в плане того что можно сделать сумку любой формы любой практически да любой практически формы любого сочетания любых цветов любой фактуры и это конечно ну очень подогрело мой интерес к дальнейшему совершенствованию то есть мне было очень интересно попробовать с форм все начиналось с форм то есть эксперименты начала ставить с формами сумок вот две сумки они обе правда с цельновальными ручками то есть они это сразу было заложено в шаблоне ну и чем я могу гордиться в плане таких сумок то есть вот ручка она валяется наша ну она закладывается в шаблон и валяется в процессе в ходе увалки практически но если вы захотите найти там какое-то место соединения стык где сшиваются две стороны ручки вы его не найдете то есть вот я долго с этим мучилась но научилась это делать то есть как бы у меня тоже уже здесь есть в этой области свои фишечки я сделаю ручку абсолютно круглую абсолютно твердую и шва вы не найдете то есть это не та не такие сумки где валяется жгут в данном случае это сумка не с заваленным жгутом а сумка которая которая была заложена в шаблон туда вкладывается потом этот ну веревка какая-то какой-то шнур потом это все зашивается и заваливается шва вы здесь не найдете вот как бы так ну и конечно вот мне понравилось тоже вот сочетать сумочку в сумке такие детали как вот войлок а и получается шерсть шерстяные полоски в качестве декора здесь выступает вот эта сумочка ну можно сказать одна из моих самых любимых в данном случае здесь вот получается ручки тоже сделаны из войлока но они практически свалены и сшиты тоже интересный такой получился вариант ручек я его уже несколько раз тоже использовала и в плане таких ручек у такого варианта очень большие возможности потому что можно сделать ручки любого цвета точно так же свалять получается войлок в данном случае я его валяю на шелке чтобы он был более прочный еще потом я вырезаю ручки сшиваю их то есть нужной формы и вот получаются такие ручки вот мишка да мишку я здесь получается набивала сначала выкладывала потом набивала получается эту сумку уже я видела так сказать ремейки на эту сумку у некоторых мастеров ну мне конечно приятно что меня кто-то уже повторяет это очень приятно на самом деле вот так ну вот в данном случае если брать вот такие сумки то тут происходят эксперименты фактуры тут я вот использовала чтобы сымитировать в каком-то смысле кору березы я здесь использовала и непсы и слабцы и получается использовала здесь шелковые волокна ну вот с помощью всех всех вот этих вот материалов ну вот в каком-то смысле получилась березовая фактура тоже люблю эту сумочку ну у нее было уже очень много ремейков то есть на нее было очень много заказов и самое интересное в принципе заказывают ее в основном почему-то покупатели из Канады ну понятно что у них там тоже березовый край но тем не менее вот да вот именно поэтому может быть вернее не знаю но вот эти сумочки эту сумочку заказывают именно покупатели из Канады так что такое так вот еще сумка я тоже люблю делать такой техники сумки это сумки которые которых я выкладываю сразу получается после первой увалки выкладываю на них непсы слабсы тоже вот таким образом то есть тут можно в принципе с помощью вот этих подручных материалов сделать даже любой пейзаж любую какую-то картинку выложить потом это все расшивается шелковыми нитками добавляются всякие нюансики всякие дополнительные материалы бусинки там я не знаю пайетки что-то еще но чтобы самое главное это было все конечно очень в тему и не было перебора ну что тоже я не очень люблю когда вот украшательство с перебором так ну вот это тоже моя любимая сумка ну вот здесь получается для того чтобы сделать эту сумку получается здесь я в ход пустила ну буквально различные материалы здесь даже есть вот получается у меня были какие-то кусочки связанных из шерсти кусочки связанных вещей я их тоже вырезала вкладывала сюда уваливала получается здесь и шерсть и волокна шерсти и нити различные там и сари и лен ну все что возможно было я попробовала в одну эту сумку все это вложить получается разные материалы вот потом это я тоже все расшивала вот тут я не знаю тут не видно но есть такой там даже момент я там даже расшивала делала типа паутины там натянуты с паучком но к сожалению на этой фотографии этого не видно но вот эта сумка у меня живет в Америке что меня тоже очень греет что вот такая сумочка уехала в Америку мне нравится это так ну вот сумки с 3d эффектами расшитые вручную тоже вот еще один вариант дизайна сумки ну мне нравится вот тоже использовать прифелт то есть я изначально валяю прифелт а потом получается из него вырезаю и доваливаю потом какие-то определенные детали ну то есть вот понятно что сама само тельце птички крылья ее которые не хвостик а именно крылья там сзади они выложены изначально да и здесь еще было завалено три кабошуна вот на этих крылышках а сами а сам хвостик вот это получается как раз и есть прифел сваленный и вырезанный а потом доваленный после этого я его пришила шелковыми нитками и получилась вот такая вещь птичка получается как бы эффектом 3d кстати ручки вот здесь те же самые как были использованы на сумке с мишкой тоже сваленный войлок а потом сшитый внутрь я там получается их продублировала дублерином для прочности и сшила вот получились такие ручки ну вот кстати эта сумочка у меня живет в Барселоне так ну я попробую видимо разные техники тоже в плане украшательства сумок ну вот эта сумка эти сумки получаются как бы в технике шерстяная акварель ну наверное это если не совсем шерстяная акварель а тут получается выкладывается часть каких-то деталей тоже объемные они вот получается если взять вот эту сумку которая вот это кисть рябины то там получается сугробы сделаны из коконов из шелковых волокон и из шелковых платочков само озеро сделано тоже из шелковой тряпочки получается ну вот как бы дерево оно в принципе выложено тоже из шерстяных ниток ну в общем получается как бы вот такая смешанная техника ну тоже очень здорово мне нравится техникой работать то есть то есть у каждой получается есть свои какие то преимущества но главное мне кажется конечно это должно быть качество при всем этом то есть ни из майн не имеет значения какой технике сделана сумка она должна быть качественная обязательно качество она должно держать форму в воду хорошо должно держать форму на нем не должно образовываться картошка то есть сколько бы за сумкуague на носил но могут появиться какие-то там раз-два-три катушка, да, но и то, если вы носите вещи, получается там где-то у вас какие-то клепки на джинсах или какие-то там замочки трутся об эту сумку, а ее заднюю поверхность, то тогда, да, действительно катушки появляются. А если вы носите сумку на пальто, на котором нет никаких вот таких вот пуговичек и железочек, то, в принципе, катушки получаться не должны на вещах. А вот тот случай, когда эффектная сумка нашла эффектную хозяйку, а я подругу, я не знаю, Лена Ваулина, ты здесь сейчас или нет? Если есть, отзовись, пожалуйста. Вот моя сумка Сова, тоже одна из моих любимых сумок. Вот Лена Ваулина, художник, поэт, поэтесса, ну вот, и очень эффектная женщина. Вот она купила у меня эту сумку, и вот вы можете посмотреть на нее с этой сумкой. По-моему, они очень друг к другу подходят. Ну вот, а это та самая сумка, про которую я вам рассказывала, показывала, которую я вам показывала. Это вот войлок, расшитый шелковыми нитками вручную. То есть, получается, огуречки, эти индийские огурцы я выкладывала изначально, и причем, нет, я их не выкладывала, вернее, а я тоже сделала очень такой прифелд, который был недоваленным, то есть он слегка был сцепленный, из него я вырезала эти огуречки, причем прифелд я делала из кудрей, но я их не растягивала, вернее, я их растянула на этом, выложила один слой шерсти, а на него слой кудрей. И из этого я сделала прифелд. Потом я вырезала и выложила эти огурчики на сумку. Сумку я сваляла, расшила, и вот дополнила всякими такими металлическими железочками. Получилось, на мой взгляд, очень ничего. Так, ну вот, вот мы перебрались, добрались, вернее, до некоторых из моих мастер-классов вы можете увидеть в книге Лены Смирновой. Лена здесь, я знаю. Вот. В одной книге 4 моих мастер-класса и в другой 3 моих мастер-класса можете посмотреть, кто еще их не видел. Вот таким образом. Так, что еще я хотела сказать дальше? Вот мой сайт, где можно посмотреть больше моих работ и записаться на мои мастер-классы, если есть желание. Так, а вот теперь фотографии с моих живых мастер-классов. Вот, Леночка Сосновская стоит в новых сапожках, сваленных на мастер-классе. Это прямо фотография со студии, с мастер-класса. А это Люба Веселова. Так ей нравятся ее сапоги, что она даже на стол залезла, чтобы их продемонстрировать. А вот вся группа. Вот эти девочки, Люба, Галя, Лена, они мои, можно сказать, самые любимые ученики. Они уже ходили на несколько моих мастер-классов. То есть, они были и на ботинках, они были на лоферах. То есть, как бы, в принципе, на сумках с удовольствием ждут моего приезда в Петербург и приходят на мои мастер-классы. Причем девочки талантливые. Лена уже сделала даже, получается, там, кеды по своей собственной выкрики, можно так сказать. Так что Галя сваляла замечательные эти ботильоны. Люба сваляла уже несколько, там, пар, получается, ботинок, сыну, себе. Ну, в общем, это круто. Вот Юля Румянцева на моем мастер-классе. Юлечка, если ты здесь, я очень рада была тебя услышать. Юля, ну, ее представлять не надо. Я думаю, вы все знаете мастера Юлю Румянцеву. Вот, получается, она была у меня на мастер-классе, я сходила на ее мастер-класс, мы обменялись мастер-классом и остались очень довольны друг другу. Вон Татьяна с Рубелем стоит. Получились у нее замечательные ботинки. Я ими очень довольна. Ну вот, а в общем, это получается, фотография получается как бы атмосфера с мастер-классом. Можно посмотреть. Вот так мы работали. Дружно, весело, замечательно. Что я еще хотела сказать, что вообще мастер-классы, я очень люблю на них ездить, проводить их и ездить на них по той причине, что несмотря на усталость, получаешь такую ответную энергию, такой позитив, что, в принципе, окупает всю усталость, весь негатив, и ты уезжаешь с таким замечательным чувством. В общем, просто ты летаешь потом после каждого мастер-класса, потому что, ну не знаю, там, спасибо Богу и войлоку в его лице в данном случае, но он мне посылает все время таких замечательных людей. Ну просто супер. То есть они и добрые, и позитивные. И с многими из них мы продолжаем дружить после мастер-классов. У нас есть, вот, например, группа, с которой мы встречаемся. Каждый мой приезд в Петербург, у меня есть группа девочек, с которой мы обязательно сидим на посиделках. Вот девочки познакомились все на мастер-классе, практически на моем, и стали дружить после этого. Это очень круто. То есть это так интересно наблюдать, как совершенно чужие люди за три дня становятся просто, можно сказать, не то что, ну, единомышленниками, а в каком-то смысле даже близкими людьми. Они, там, имеют какую-то уже общую историю за эти три дня, какие-то общие, там, шутки какие-то, там, общие, там, в общем, ну, там, нюансики за эти три дня происходят. Ну, в общем, это очень интересно. Я люблю всех девочек, которые были. Девочки, я не знаю, если я кого-то забыла, извините, пожалуйста. Ну вот, работы девочек тоже можете посмотреть. Ну, если кому интересно, почитать. Светочка, Света, была у меня на мастер-классе в Санкт-Петербурге, потом пригласила меня на мастер-класс в Петрозаводске. Вот я ее сделала с мастер-классом в Петрозаводске благодаря Светлане. Так. Вот работы Гали Тарабан. Вот это те самые ботильоны, которые она вот сделала совсем недавно. Сумочка Галина. Ну, это круто. Когда ты видишь готовые работы девочек, которые доделаны, доведены до ума, и видишь, что они продолжают, что они вдохновлены, это здорово. Вот. Сумка и балетки Елены Сосновской. А вот ботинки самого последнего мастер-класса Женя довела их до конца. Это здорово. И даже еще маленький сваляла уже после этого сама. У Жени есть сестра-близнец. Они делают все одинаково и вместе. Вот я только не поняла, почему Наташа до сих пор не доделала ботинки. Женя, я очень жду, когда Наташа доделает ботинки. Передай ей, пожалуйста, если ты здесь. Ну вот, это тоже, получается, девочки с другого мастер-класса законченные ботинки. Вот Люба для сына вот такие ботинки сваляла. Нина, Люда. Люда сваляла уже ботинки и себе, и сестре. В общем, замечательно просто. Я очень рада. Так. Ну а теперь, наверное, я немножко отвечу на вопросы. На вопросы можно поотвечать? Сергей, можно на вопросы поотвечать? Ну, конечно, можно поотвечать. Но единственное, что мы тогда можем мастер-класс не досмотреть, потому что у вас очень много материала еще. Ну, тогда... Может, в конце поотвечаем лучше? Ну, давайте, давайте. Потому что в конце все равно еще по мастер-классу вопросы добавятся, по курсу. Хорошо. Так, ну тогда давайте начнем с того, как я к этому пришла. Пришла я к этому, наверное, в тот момент, когда у меня был в каком-то смысле творческий кризис. Ну, то есть так сложились жизненные обстоятельства, что я практически несколько лет ничем не занималась в смысле творчества. До этого я все время что-нибудь делала обязательно. Но, видимо, уже эти виды творчества, в них я дошла до каких-то уже таких, скажем, ну не то, что высот, но, по крайней мере, до каких-то таких пределов, где я уже не видела себе развития. И мне было очень скучно какие-то два года. Вот я, наверное, вообще была просто без всякого любимого дела. Вот. Ну и тут вот я говорю, в какой-то день я совершенно случайно, вот я понимаю, что люди уже к этому времени валяли давным-давно. Уже, так сказать, в России выросла, создалась такая плеяда валяльщиков, ну просто супер. А я даже и знать не знала, что есть такое вот, такое вид творчества, как валяние. И совершенно случайно я в интернете наткнулась на шарфик, Наташа Понизович, замечательного мастера, кстати говоря, из Краснодара же даже. И я просто обалдела. Я обалдела и влюбилась просто с первого взгляда и подумала, что мне это надо, мне это надо просто ужасно, как надо. И, в общем, я стала собирать всю информацию, которая возможно найти в интернете. Я написала Наташу, но Наташа сказала, что она не проводит, к сожалению, мастер-классы. Но, в общем, я попала на другой мастер-класс. В принципе, как бы, получается, видимо, все-таки меня зацепило. То есть после мастер-класса я думала, что я никогда больше валять не буду. То есть у меня, ну, как бы... Ну, на тот момент валяние было каким образом? Валяние было очень агрессивное, скажем так. То есть применялись термошоки, работали с большим количеством воды, причем с водой кипятком. Все это кидалось, шмякалось, бросалось. И после мастер-класса, на который я сходила, хотя, в принципе, я получила хороший результат. И я очень довольна вот этим результатом и благодарна этому мастеру. Но просто в этот момент вот были такие технологии, войлоки. Так валяли-то в тот момент. И я для себя решила, что я не буду валять больше. Но дома мне негде разводить такое болото. Негде. То есть пар до потолка, кипяток сплошной, вот это все льется на пол. Только успевали эту воду собирать, потом кидать, шмякать. В общем, это ужас. И я даже в интернете увидела ролик тоже, кстати говоря, где-то в Санкт-Петербурге проводили мастер-класс, где пока... Ну, то есть это снимался ролик в студии, где люди пришли на мастер-класс, вот они забирались на стулья и стоя на стульях кидали вниз вот эти свои сумки. Это было почему-то так им весело, при этом они забирались, кидали, поднимали. Это был способ валяния. Ну и, в общем, я подумала, что я не буду валять больше никогда. Но буквально там не прошло несколько дней, как мне вот прям... Я почувствовала какую-то тягу, что мне это надо, надо, надо. Любым способом. В общем, я начала валять. Потихоньку я все-таки начала валять. Да, было сначала, наверное, очень много вопий. Ну вот я вам сейчас покажу первые свои вещи. Вот таким образом выглядели мои самые две первые сумки. Ну, в принципе, я думаю, результат неплохой. Но сейчас бы я, конечно, такие не сваляла. Не в плане формы даже, а в плане самого войлока. То есть вот именно тогда для меня стал вопрос, что, ну почему, почему вот если в войлоке не заложены изначально по дизайну какие-то вот такие объемные, фактурные детали, почему войлок такой неровный получается? Почему он такой бугристый? И я спросила мастера, у которого была на мастер-классе, тоже я спросила, а как сделать, чтобы войлок был ровный и гладкий? Мне сказали, Марина, к счастью, войлок никогда не бывает ровным и гладким. Что меня повергло в ужас. Потому что, ну вот потому что мне очень хотелось, что если изначально заложено, что фактура должна быть гладкой, ровной, то она и должна быть ровной и гладкой. Вот. Ну и... Марина, не видно сейчас видео, в презентации не видно, черный прямоугольник. Да? Поставьте слайдик, переверните туда-обратно. Сейчас, секунду. А, вернулся? Нет, черный прямоугольник. Сейчас я еще разочек попробую. Да, сейчас появился. Появился? Ну. Все, да, появился на месте он. Да, появился. Ну вот, и получается, как бы это... Я стала пробовать. И экспериментальным путем, так сказать, но я понимаю, что это тоже не истина в последней инстанции. Но, тем не менее, вот сейчас я вам покажу немножко, так сказать... Так, что-то у меня в другое место тоже опять ушло. Сейчас, секундочку. Не открывается что-то у меня. Что-то я, наверное, позлю сейчас. Что-то пропала я, да? Где-то алло не видно там. Что-то я пропала, получается. Не, сейчас все нормально видно. Презентация идет у меня, в смысле, да? Видно? Сейчас вас видно. Нет, а я хотела это. Что-то она у меня зависла, получается. Ну, вот сейчас же видно. Сейчас нормально. Напишите, видите вы презентацию или не видите? Вот, видно ее? Сейчас должно быть видно. Я вижу, по крайней мере. Ну вот. И как бы... Можно, да, продолжать дальше, в принципе? О, Света, Петрозавод с тобой. Спасибо, Светик. Ну, девочки, в общем, путем собственных, вернее, путем собственных ошибок и набитых шишек я вынесла несколько для себя вот таких истин, которые дают возможность сделать войлок ровным, гладким. То есть, если у нас задумано, что фактура у войлока должна быть такая пластичная и ровная, то он таким и будет. Так, первое. Я обычно использую многослойную раскладку. Если даже я работаю с карточосом, я его не раскладываю всем рулоном, я раскладываю его щипками. Точно так же, как гребенную ленту раскладываю. Отщипываю прядку и выкладываю. И многослойная раскладка в данном случае я имею в виду то, что я, например, разложу два слоя и обязательно их притру. Потом я раскладываю следующие два слоя. Например. Вот я это имела в виду. То есть, как бы, количество шерсти зависит от... Вернее, количество слоев зависит от того, сколько вы шерсти будете использовать, насколько там грамм у вас сумка рассчитана. А слои должны быть горизонтально-вертикальными, вот в данном случае, если это сумка, и каждые два слоя должны быть тщательно притертые. Но это я про себя говорю. Вот я говорю то, что я для себя вынесла. И так, как я делаю сумки, например. Тщательная притирка. Да, обязательно. Притираем, притираем, притираем. То есть, постоянно и в раскладке мы притираем, когда мы раскладываем каждые два слоя, и когда мы уже валяем сумку. То есть, я постоянно притираю, притираю, притираю. То есть, больше всего я работаю в плоскости. Не кидаю, не швыряю, я работаю в плоскости, получается. Да, работаем с малым количеством воды. На первом этапе войлок, да, кардачос бывает, что очень сложно промокает. И получается, что льешь, льешь воду, льешь, и как тебе кажется, что ты его никак не можешь, что он не получил еще достаточного количества воды. Но на самом деле там бывает, что уже очень много воды, поэтому лучше приложить усилия, посильнее и постараться его притереть, кардачос, потому что потом наступает этап, когда кардачос начинает отдавать воду. Он отдает ее назад. Ее становится вдруг резко много. То есть ее не было, не было, и вдруг оказалось, что вокруг уже прямо вот много воды. Поэтому, а это уже на этом этапе мешает сцеплению. То есть получается, что шерстинки как бы начинают плавать в этой воде, уже они не сцепляются абсолютно, и получается, перемещается, эта шерсть куда-то больше, где-то больше становится, где-то меньше. За счет этого получается, например, бугристость в воде. Поэтому излишнюю влагу надо убирать. С помощью, например, накрыть сеткой и эту влагу убрать или полотенцем, или, например, салфеткой многофункциональной. Неважно чем, воду надо убрать. Да, на этом этапе нельзя убирать, отжимать прямо с самого, не закрыв сеточкой раскладку. Обязательно закрываем раскладку сеточкой и убираем излишнюю влагу. Она мешает сцеплению шерстинок и замедляет валяние, получается. И делает, кстати говоря, войлок, о чем я, собственно, и говорила, неровно, получается. Вот. Чередую, чередую постоянно катание в рулоне с тщательной притиркой. Постоянно. По многу я не катаю, катаю раз по 50 и раскручиваю и обязательно после этого расправляю изделие. Опять его тщательно притираю рукой по всем, по всем сторонам, по всем граням, вот, то есть, бокам изделия. Притерла, положила, опять сложила изделие по-другому, то есть, если я катала по горизонтали, то теперь я катаю по вертикали. Опять 50 раз, опять развернула, опять притерла. И, в принципе, вот все валяние, построено вот на очередовании этих двух, получается, действий. Так, и вот основное, еще одно из, как бы, вот условий. Никаких термошоков, никаких киданий, никакой агрессии. Все, я работаю с водой комнатной температуры. Я, в принципе, даже не использую горячую воду, а я работаю с водой, вот, получается, комнатной температуры. Таким образом. В принципе, вот если соблюдать все эти пять условий, то да, есть гарантия, что войлок будет получаться ровный, гладкий. Так что, вот таким образом. Так, ну, теперь ботинком. Да, ботинки начинались у меня с тапок. Вот это мои самые первые тапки. Сваляла я их своему сыну. Тапки называются, здесь был Гарфилд. Ну, получились прикольные тапки. В принципе, он их носит до сих пор. Эти тапки уже, получается, да, три года, эти тапки. Надо, конечно, соблюдать ему новые тапки, но что-то тапки меня не вдохновили, если честно. Хотя я ничего не хочу сказать. Есть очень классные мастера-тапочники, очень классные Олеся Исмогилова, мой кумир. Вот, но, вот, как бы, ну, не знаю, но не мое это тапки. Ботинки? Ботинки – это да. Тут такой простор для фантазии, и, ну, в общем, после тапок были ботинки, короче говоря. Вот. Ну, вот это вот ботинки, то есть, получают вот это вот довольно толстые ботинки, получается, как бы, вот, 50 градусов мороза, они запросто, я так думаю, даже выдержат. Ну, вот они оформили в фольклорном стиле. Да, я тоже очень люблю вот набивать рисунок и расшивать его, опять же. Очень нравится мне эта техника, расшивается все вручную, получается, и, ну, процесс, конечно, довольно длительный, но мне кажется, он того стоит. Получаются очень интересные штучки. Вот. Войлок, пряжа, и как одно дополняют другое. Вот мне пришла на ум первая моя модель ботинок, которую я, кстати, вам сегодня и показала. Вот их здесь нет, но вот они сделаны по аналогии этих ботинок. в принципе, вот, с манжетами, которые связаны и с пряжей или в контраст, или в тон, или с рисунком, ну, кому как нравится. Но, в принципе, вот я могу сказать, из обуви, это, из моей обуви, это самая популярная модель. Ее заказывают очень-очень много. То есть, как бы, вот я уже даже не знаю, где только не живут такие ботинки, и делаются они с разными, из разных цветов, уже были, или какого только цвета не были, я подбираю пряжу в тон шерсти ботинок и делаю для них отвороты, вяжу отвороты и дополняю таким образом. Вот на одних ботинках там даже есть связанные шнурки, шнурки я тоже иногда вяжу для ботинок, ну, как бы, если это требуется по задумке, вот таким образом. Вот, и тут видно, что как бы, вот разная подошва, она сразу как бы диктует совершенно разную форму самого ботинка, что тоже очень интересно, кстати говоря. Ну, вот и высота у них может быть тоже разная у этих ботинок. Вот, ну, вот тоже очень нравится мне эта модель в плане, ее тоже много заказывают, но здесь ничего особенного, в принципе, весь декор построен на вязаных гетрах и на кожаных ремешочках. Вот опять же, то есть войлок, он вообще всеяден, с ним все классно смотрится, и шерсть, и кожа, и дерево, ну, то есть, вот тут такой простор для фантазии, ну, просто безграничный. И вот это, конечно, очень подкупает войлоке, ну, из него можно сделать все, что хочешь, и сочетать его практически, ну, с чем только нельзя, я не знаю, с любыми деталями. Ну, естественно, надо подобрать там, чтобы это было, как бы, сочеталось по твоей задумке со стилем, в котором это сделано, ну, а так, пожалуйста, экспериментируйте сколько душе угодно. Да, и самое интересное, как бы, опять же, начинаешь, думаешь, вот вначале там, вот, придумал модель, разработал даже в голове ее до мелочей, кажется, начинаешь работать, и в ходе ты начинаешь думать, работать, начинаешь думать, что нет, нет, нет какой-то изюминки, надо ее найти, надо ее найти, и вот прямо начинаешь тебя мучить, 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 даже спать ложишься, идеи просыпаешься с этой мыслью, и вдруг тебя пах осенило, и на выходе получается намного интереснее, лучше, чем ты даже изначально задумывал. Это тоже, это просто адреналин конкретный. Ну, вот, вот тоже еще две модели ботинок, вот эти на танкетке, это, я назвала эти ботинки, коверл бот, то есть, ботинки ковбойской девушки, скорее, сапожки, вернее, две пары сапожек, вот эти сапожки, получается, которые на каблучке, они, вот, получаются с заклепками, сделаны, оформлены заклепками, и расшиты шелковыми нитками тоже. Вот эти бирюзовые сапожки, очень удобная модель, в них очень легко ходится, бегается, опять же, здесь тоже получается, ну, как бы я сочетала две, в каком-то смысле техники, то есть, низ ботинка, он твердый, он полноценный войлок, а голенище сделано из шерсти и шелка, за счет этого оно гибкое, получается, его можно вот таким образом присобрать, ну, и вот булавкой обувной, или как ее еще называют там, сумочной, можно закрепить, ну, тоже получается очень интересный эффект. Таким образом, ну, вот, что касается экспериментов с формой, да, вот, изменила выкройку, да, вот, то есть, как я вот начала заниматься вот ботинками, постоянно, как бы, в голове идет такой мыслительный процесс, как изменить выкройку, как сделать ее вот такой, как вот такой, косякой, в общем, здесь я изменила выкройку, и получились вот такие ботиночки, которые называют еще бегемотики, носатики, то есть, у них приподнят нос. Ну, в общем-то, уже такая интересная ретро-модель получилась, и, в принципе, как бы людям нравится, то есть, заказы на такую модель тоже очень даже хорошо имеются. Вот, но мне самой они очень нравятся, если честно, потому что, ну, на ноге они очень прикольно смотрятся. Ну, вот, перешли к сапогам на каблуке. Ну, это вообще отдельная песня, поскольку, когда у меня стали поступать заказы на сапоги на каблуках, я стала пробовать, и увидела то, что я видела на сапогах, ну, процесс, когда в процессе работы я стала их ставить на каблук, я увидела то, что я видела, ну, есть такие модели, работы, вернее, не модели, а работы, которые там можно увидеть тоже на ярмарке мастеров, да, хорошие сапоги на каблуке, но голенище, голенище стоит не прямо, а стоит как бы наискосок, так называемые лыжные сапоги, как бы получается, то есть заваленное голенище, или как я его называю, кузьи ножки, то есть нет у голенища прямого направления вверх. это получается в связи с тем, что как бы люди используют ту же самую выкройку, которую они используют для сапог без каблука, это неправильно, это неправильно, потому что для сапог на каблуке существует абсолютно своя выкройка, то есть опять же путем этих ошибок и проб я разработала такую выкройку, которая позволяет мне вот сделать вот именно такое прямое голенище, практически под любой каблук, но здесь, конечно, есть еще другая вещь, как то, что здесь должен присутствовать супинатор в каблуках, или должна быть подошва изначально с супинатором, или надо будет ставить супинатор. Вот как раз этого я тоже уже научилась, ставить супинатор сама в ботинки, ну вот и в сапоги, и в ботинки. Это тоже, здесь нет, в данной модели получается, этот супинатор вмонтирован в саму подошву, но я уже научилась делать это сама. То есть вот получилось так, что научившись валять обувь, у меня пошел такой процесс, что меня очень заинтересовало сапожное вообще производство. То есть потихоньку-потихоньку начинаешь открывать тоже все секретики и все такие фишечки, именно которые касаются сапожного мастерства. И очень меня эта тема волнует в последнее время, потому что, ну, в общем, уже так потихонечку-потихонечку я там научилась делать подошву из кожи, собирать сама, и, в принципе, могу даже сделать макосины, ну, я это потом как-нибудь в ближайшее время должна как бы презентовать, макосины, которые вверх у него из войлока, они будут и собраны самими кожаной подошвы. Это очень интересно тоже получается. Ну, то есть вот я говорю, здесь вот просто вот не знаешь, в какую сторону тебя, чтобы понесло, потому что безграничные возможности. Да, и вот мастер-класс по сапогам на каблуках я тоже проводила уже и провожу, в принципе, выкройка абсолютно, так сказать, разработана мной, и вот она дает стопроцентную гарантию, что на любой высоте каблуки у вас будет прямой ровный глиничек, такой, какой должно быть, без всяких завалов, вперед и назад. Ну, в принципе, можете попробовать сами взять, вот, например, выкройку сапог, которые рассчитаны на то, что это сапоги без каблука должны быть и попробовать это просто даже приподнять, имитируя, приподнять пятку у этой выкройки, имитируя то, что она стоит на каблуке, вы увидите, что произойдет с глиничем. Глиничем все уйдет вперед. Ну, в общем, вот это тоже бесконечная тема. Ну, вот так называемые кальвадосики, которые вам тоже сегодня показывали. Это демисезонная модель. В принципе, здесь войлок, ну, очень средней толщины, но здесь используется кордочесная шерсть Бердшаф, она больше танины, поэтому она более толстая и, в принципе, дает более такой, ну, плотный, что ли, войлок, можно сказать, и в то же время гибкий. Вот этот эффект получается за счет того, что вот у него и танина такая приличная, там, 30 микрон, и получается, что волокна длинные у Бердшафа, и они очень хорошо и быстро сцепляются друг с другом. Это позволяет вот делать войлок такой пластичный, твердый, ну, как бы сказать, плотный и пластичный одновременно. Вот в этих ботинках можно ходить, как я уже говорила, осенью, ну, в принципе, даже зимой, зимой, вот, ну, если это, конечно, не Новосибирск, Краснодар, там, ну, я не знаю, можно ходить и зимой запросто. Вот, но у этих ботинок тоже выкройка такая сделана специально под эти ботинки, я делала выкройку, тут тоже слегка приподнят нос, ну, немножко изменена сама щеколотка, вот, вход в эти ботиночки, вот, затонированы носки у этих ботинок, что тоже очень интересный эффект дает. Так что вот такие ботинки, демисезонные. Так, ну вот, это уже можно сказать, как я сказала, лоферы, обувь для лентяев, это обувь, которую можно носить круглый год. Ну, говорить о лечебных свойствах шерсти, я думаю, не стоит, это еще, как бы, лишнее время, а люди все, я думаю, уже нет таких, кто сюда пришел и не знает, что шерсть обладает лечебными свойствами. То есть обувь из этого материала, ну, суперудобна и для ноги, и комфортна, то есть в холод ноги не мерзнут, а в жару они не потеют. И вот из-за того, что вот они, получается, шерсть так хорошо контролирует вот этот температурный режим, эти туфельки летом можно носить запросто тоже. Ну, вот они тоже тонкие, сравнительно войлок такой вот, и он тоже получается, на шелке они сделаны. То есть что дает дополнительную, как бы, пластичность материалу, и при том, что это тонкий войлок, ну, дает уверенность в том, что они не порвутся, не развалятся и будут держать форму. Вот в качестве того, чтобы укрепить пятку, я поставила дополнительную деталь на пятку, вот это такое вот, получается, другого цвета из войлока. Получается, она несет и декоративную нагрузку, и нагрузку функциональную, в том смысле, что она укрепляет пятку, чтобы пятка тоже не провисала. В принципе, вот как я уже говорила, я попробовала сейчас и делать макосины на кожной подошве, и почему у меня было заявлено, что до босоножек, потому что, да, я вот сейчас вот, в принципе, тоже, к сожалению, не успела доделать, но думаю, что в ближайшие даже дни я на ярмарке выставлю модель, именно уже летние обуви, просто не по сезону вроде как пришлось, но вот у меня вот так получилось, что я как бы сделала это, меня осенило, и пришла я к этому уже, получается, осенью. Вот, будут, получается, босоножки, да, босоножки из войлока на каблуке, и это тоже очень клево. Таким вот образом, ну, в общем, про обувь я говорить смогу долго, мы так не доберемся до мастер-класса, который должен быть здесь демонстрационный, поэтому будем двигаться дальше. А, ну да, ну вот, пожалуйста, приглашаю на мастер-классы, будут в Москве и будут в Санкт-Петербурге. Можно записаться у меня на сайте. Так, ну вот, мы добрались до фото-мастер-класса сумочка сова в бохо-стиле. Я вам покажу, как на обычном простом шаблоне вот сделать вот такую непростую сумочку сову. Мы научимся использовать правильно блокираторы, получим два эффекта с помощью блокираторов, ну, и я покажу возможности, как можно декорировать сумку, имея все, что есть под рукой. То есть вываливаешь все свои сокровища и начинаешь экспериментировать. Ну, в общем, двигаемся. Итак, ну вот, нам понадобится на эту сумочку получается шерсть-кордачос. Да, я очень люблю кордачос. Я работаю, ну, можно сказать, исключительно с кордачосом. То есть он может быть равный кордачос и даже мериносовый кордачос, но, видимо, мне очень нравится как это сказать, именно вот это состояние шерсти, когда это не гребенная лента, где волокна направлены в одну сторону, строго в одну сторону, а именно вот такая вот, как вата, как назвать, ну, вот шерсть, у которой нет строго выраженного направления волокон. Ну, и вещи мне из него нравятся больше, я имею в виду толстый волок, нежели сваленный, я не знаю, там, например, из мериноса, например, да, вот новозеландский кордачос, взять тапочки из новозеландского кордачоса и тапочки из мериноса при определенном количестве шерсти, то есть эти тапочки из мериноса будут более, ну, как сказать, не то, что они будут недовальны, они просто будут как-то более толстыми, а тапочки из кордачоса, они будут каким-то таким, как бы, вот, ну, лучшей формы, хотя вот, опять же, это тоже, как бы, наверное, меня не поймут, те, кто любит очень меринос, ну, в общем, ладно, мы валяем сумочку из кордачоса, нам понадобится 250 грамм коричневого кордачоса, 50 грамм бежевого, и вот, к сожалению, я здесь не сфотографировала, но еще 50 грамм нужно будет бордового кордачоса, потом шерстяная пряжа подходящего цвета, материал для шаблона, ну, вот, в данном случае это плотная пленка, мыло, вода, пузырьковая пленка, сеточка, массажер, скалка, ножницы с острыми конечками и перчатки, да, с кордачосом рекомендую работать с перчатками, ну, во-первых, руки его цепляют, потому что бывают маленькие там зоусенечки, маленькие такие какие-то эти, и кордачос, они очень сильно цепляют эти зоусенечки, ну, и к тому же кордачос, в общем-то, такой материал, который хорошо стирает руки, поэтому в целях ухода за своими руками лучше работать в перчатках. Так, ну, вот, строим выкройку сообразно нашим представлениям о будущей сумке, ну, вот эта выкройка, вот, я нарисовала, вот, основной шаблон такой вот, это будет у нас сама сова и два крыла, что называется, прибавила по 4 см по всему периметру и перенесла рисунок на пленку в данном случае. Вот, получился вот такой крылатый шаблон. Что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем раскладку бежевым кордачосом на крылышках, на крылышках, раскладка в два слоя, горизонтальный, вертикальный, горизонтальный, бежевым цветом, раскладываем. На одном крылышке два слоя и на другом, выходя за границу с шаблоном на 1 см. Ну, больше не нужно, потому что войлок, он, ой, этот, крылачос, он имеет такое свойство, что после намокания он еще растекает, ну, как бы, его становится больше за границу выходит. Так он в объеме больше, пока он сухой, а когда его намочишь, он распластывается, получается, его больше выходит за границу, поэтому больше сантиметра не нужно. Так, что-то мне... Дальше. Что-то мне прилетело, сейчас, секундочку. Дальше раскладываем шерсть коричневого цвета на основную часть шаблона. Ну, точно так же два слоя, щипками я раскладываю, вертикальный и горизонтальный. Точно так же выходим за границу шаблон на 1 см, но в области крылышка мы не выходим, ровно до того места, где начинается крылышко. Мы выкладываем коричневым цветом, то есть на сами крылья мы коричневым цветом не заходим. Закончили раскладку двух слоев, равномерно смочили водой, ну, в данном случае вот я вот из этой груши побрызгала. Да, и опять же, должны быть... Ну, воды должно быть не слишком много. Без избытка воды. Накрыли сеткой, прошлись руками по сетке, прижали всю эту раскладку нашу, равномерно, получается, распределили воду по всему периметру раскладки. Намочили руки мылом, ну, вернее, намочили руки водой, смочили руки водой и мыло тоже смочили водой, руки намылили в перчатках и начинаем притирку. Аккуратненько притираем сначала область крыльев, причем такими движениями с короткой амплитудой, чтобы не сдвинуть войлок, ой, шерсть получается. Сначала осторожно, потом увеличивая нажим. Ну, так мы прошлись по всему шаблону, получается, сначала крылья, потом самую основную часть шаблона. Притерли, снимаем сетку. Аккуратно придерживаем одной ее рукой раскладку, потому что, ну, вот уже корточез, он уже может так, он быстро очень сваливается, в каком-то смысле притирается, и поэтому он может уже как бы пройти сквозь сетку, и вы сейчас начнете, если его сильно сдирать, то, в принципе, можете там содрать и немножко шерсти там. Поэтому лучше придержать одной рукой. Аккуратно берем шаблон, или берем нашу сумку будущую, двумя руками, одной рукой за верхнюю часть, вторую за нижнюю, и быстренько переворачиваем. Перевернули. Теперь мы вот заворачиваем наш шаблон при пуске шерсти. Сначала на крылышках. Так, вот, таким образом завернули. Аккуратненько разгладили все бугорки, и все складочки, какие получились. Мы их все разбили, натянули хорошенько шерсть на шаблон, прям так плотненько-плотненько натянули. На одном крылышке, на втором крылышке, и теперь переходим к самому тельцу совы, ну, то есть к основной части шаблона. Точно так же заворачиваем, хорошенько натягивая на шаблон, и разминая все, что у нас получится. В принципе, с кордочесом это получается очень-очень легко. То есть запросто можно все эти кусочки, складочки все эти растереть. Вот так выглядит шаблон, завернутый, натянутый на него при пуске шерсти. Сделали. Теперь начинаем раскладку шерсти на этой стороне шаблона. Точно так же раскладываем два слоя, вертикальный, горизонтальный, только теперь мы это сделаем уже без припусков на поворот, получается. Почему я это делаю? Ну, для того, чтобы не было утолщений. То есть вполне достаточно шерсти сейчас вышла с той стороны на шаблон, а сейчас мы сделаем это без припусков. Кордочес, когда он намочится, все равно даст припуск небольшой, и этого будет достаточно. То есть как бы получается так, что когда я раскладываю сумку, то припуски я делаю с одной стороны, со второй я выкладываю шерсть вровень. Но единственное, я меняю эти стороны местами. То есть если я вот в одном слое сделала, что я с этой стороны сделала припуски, а с другой не сделала, то я потом поменяла их местами, эти два слоя, то есть для себя в голове. Когда я буду следующие два слоя раскладывать, то с этой стороны я сделаю припуски, а с той уже не буду делать. Таким вот образом. Выложили крылышки без припусков на швы. Смочили крылышки. Вот сейчас мы будем просто сначала крылышки заделывать в данном случае. Смочили тоже вот водой из брызгалки. Накрыли сеткой. Ну и притерли опять же так же. Намылив руки, прижали хорошенько шерсть на шаблоне. Сначала распределили воду, прижали ее и притерли. Так, притерли, отвернули крылышки. И вот эти вот припуски, которых мы не делали, мы раскладывали, получается, вровень этот слой. Ну, как я сказала, кардачос имеет свойство расползаться после того, как его намочишь. Вот они появились, эти припуски, сами собой практически. Этого вполне достаточно. Вот мы их загибаем на шаблон, опять же натягиваем и притираем. Вот таким образом натягиваем и притираем. Ну вот, так же поступили с другим крылышком. Теперь начинаем раскладку с этой стороны шерсти. Опять раскладываем, получается, вертикальный и горизонтальный по всему периметру. И, как я уже говорила, здесь тоже опять же будет, что мы не выходим, не делаем припуски, получается. Вот, разложили, раскладываем, вертикальный разложили, раскладываем горизонтальный. Закончили раскладку со второй стороны шаблона. Ну, в общем, смочили водой, накрыли опять же сеткой, воду распределили и хорошенько убрали. А, получается, что-то у нас пролетел один, получается, пролетел один почему-то этот кадр. Ну, получается, убрали сетку. Или нет? Притерли, убрали сетку, да. Перевернули, вот одного кадра нету. Перевернули, загнули припуски, которых мы не делали, но которые возникли в результате того, что кардачос вот имеет такое свойство. Загнули припуски на шаблон, хорошенько, тщательно, очень тщательно притерли эту шерсть на шаблоне и повторили теперь раскладку с обеих сторон основной части шаблона. Еще раз по два слоя, вертикальный и горизонтальный. На крылышке мы сейчас больше шерсти не раскладываем. Мы раскладываем еще два слоя с одной стороны на основной части шаблона и с другой стороны. И то же самое повторяем. То есть мы разложили два слоя, намочили, притерли, перевернули, загнули, опять на той стороне то же самое проделали, намочили, притерли, перевернули, загнули. Что мы делаем дальше? Дальше мы представляем, что у нас вот такие бока у нашей сумочки, совы, таким образом выглядят. И эту область мы закладываем в два слоя, опять же, горизонтальный и вертикальный, с шерстью бордового цвета. Выложили два слоя. Ну вот, приблизительно, как я показала на фотографии. Ну, вы можете это сделать так, как вам нравится. Меньше, больше, чтобы эти бока выглядели у вашей совы. Это не суть важно. Намочили, накрыли сеткой и притерли. Притерли, получается, вот эти два, так сказать, крылышка, вот эти, или не крылышка, вернее, а бока совы. Притерли шерсть, убрали сетку, вырезали блокираторы из пленки, вот таким образом. Блокираторы должны быть чуть-чуть меньше вот этой выложенной области бордового цвета. Ну, немножко их прижали хорошенько, к раскладке прижали, рукой прошлись, чуть-чуть немножко по ним тоже вот так вот, чтобы они поплотнее легли на шерсть. И закладываем их шерстью коричневого цвета. Еще раз выкладываем на основную часть шаблона следующие два слоя коричневой шерсти с обеих сторон шаблона. То есть мы повторяем все эти самые пункты, которые мы делали в начале нашей раскладки. Выкладываем, смачиваем, притираем, поворачиваем, загибаем все припуски и еще раз выкладываем с той стороны. Ну, вот таким образом. Смочили и хорошенько притерли. Вот сделали мы все это. Теперь берем раскатку и проходим с раскаткой по всему периметру шаблона с обеих сторон. Вот это обычный массажер. Но я очень-очень люблю вот этот массажер. Я им пользуюсь практически и когда валяю сумки, и когда валяю сапоги. Это очень удобная штука. Главное, чтобы... Ну, он и недорогой, как правило, этот массажер. Главное, чтобы он был цельный. То есть бывают они сборные, ручки у него отдельно как бы собираются, части бывают тоже отдельные у такого массажера. Они начинают прокручиваться в разные стороны. Это очень удобно. Вот если будете покупать себе, покупайте вот, чтобы он был цельный. То есть ручки не приклеены, а именно каким-то образом они там его вытачивают, что это вся конструкция одна, целая. И ручки, и сам массажер. Прошлись. А, и работаем, получается, что удобно, особенно для сапог. Когда мы им работаем, получается, мы регулируем своей... своей тяжестью тела вот этот нажим, нажим на войлок. То есть мы можем менее сильно пройтись по войлоку, можем с большим нажимом пройтись по войлоку, в зависимости от того, на какой стадии сейчас у нас находится наше изделие. То есть можно нам уже прикладывать силу такую существенную, или еще нельзя. Или еще войлок недостаточно сцепился, и мы вот этим массажером только его подвигаем. Так, ну вот, в общем, получается, с основным шаблоном мы закончили. Сейчас мы раскладываем кусочек прифелта, который нам будет необходим для дальнейшей работы. Вот я так немножко набросала туда такие щипки бордового цвета, и потом в два слоя, ну, я так примерно себе наметила такой квадрат. Тут не обязательно, чтобы были какие-то четкие границы его. Ну, вот приблизительно там квадрат наметила себе, и дальше раскладываю уже, получается, в два слоя кардачос бежевого цвета. Горизонтальный и вертикальный. Вот я уже заканчиваю. Здесь получается горизонтальный слой. Разложила. Ну, точно так же намочила, накрыла сеткой, притерла его. Притерла только теперь уже с обеих сторон. Я сейчас сниму сетку и притру его. Вот, ну, тут я не показала, но просто сейчас расскажу. Я сниму сетку и притру его точно так же через сетку с другой стороны. Переверну этот квадрат и притру его с другой стороны. В общем, я притерла его, получается, с обеих сторон. Прифилд. Скатала его в рулончик. Скатала в рулончик его, свернула, вернее, в рулончик, и теперь покатаю. Ну, так покатаю раз 30 всего, немного. Расправлю и сверну по-другому. Ну, то есть я сейчас катала по горизонтали, сверну по вертикали и еще раз 30 покатаю. Ну, единственное, после каждого вот этого проката я, естественно, разравниваю, разглаживаю, вот, например, то, что я скрутила в квадрат. Там сумка это была, или в данном случае этот кусочек прифилдта, я его разверну, расправлю, разотру, сверну по-другому и опять то же самое проделаю. Что мы делаем дальше? Кусочек прифилдта у нас готов, получается. Так, что-то мы перескочили. Дальше. Дальше я беру шерстяные нитки Барбадос и раскладываю их вот таким образом на крылышках, получается. Это очень хорошая пряжа, ее, к сожалению, практически перестали выпускать. Это турецкий производитель делал такую пряжу, которая очень хорошо шла в качестве декора для валяния вещей. Ну, в любых там, в одежде, там где-то еще. Ну, в данном случае вот я такие сделала, три полосочки. Вот таким образом. Я их смочила, немножко примылила чуть-чуть и дальше вырезала блокираторы по форме, вот такие три полосочки по форме этих выложенных шерстинок, получается, пряжи этой. И закрыла ими, получается, эти нитки, нити пряжи. Закрыла блокираторами нити пряжи. Дальше я нарезаю наш префилд по косой на вот такие полосочки. По ширине они должны быть больше, чем ширина блокиратора. Этой полосочкой я буду накрывать блокираторы. Вот будут три полосочки вот на одно крыло, три полосочки на другое крыло и с обратной стороны точно так же. Тоже три и три. Накрыли блокираторы. Вот накрываем блокираторы на крылышках. Накрыли. Вот они лежат на всех, получается, полосках блокираторы. Закрыты все. Дальше что мы делаем? Дальше мы точно так же смачиваем, накрываем и промыливаем. Промыливаем, протираем хорошенько. Хорошо, очень хорошо затираем. В принципе, здесь можно воспользоваться, например, виброшлифовальной машинкой в данном случае. Поставить и пожирать на этом месте. Но я просто не очень люблю работать с виброшлифовальной машинкой, потому что много шума. В общем, бывает я работаю в разное время, поэтому лучше шума меньше. Но вот с помощью сетки это можно делать тоже запросто, но только чуть подольше в данном случае. Просто очень тщательно, коротенькими такими движениями, или, как сказать, движениями с короткой амплитудой, мы притираем вот этот префел на наших крылышках. Вот такое у нас получилось. Притерли, перевернули сумку на другую сторону и проделали то же самое. То есть то же самое разложили. Ни эту пряжу накрыли блокираторами и накрыли кусочками из префелта. И точно так же смочили, притерли через сетку. Вот такое у нас получилось. Что мы делаем дальше? Дальше мы накрываем сеткой и очень-очень тщательно, работая даже уже, можно сказать, пальцами, притираем по всей поверхности сумку. Очень тщательно. Сейчас нам важно, чтобы шерсть села на шаблоне, чтобы слои шерсти, которые мы выкладывали, то есть их было же шесть, получается, слоев шерсти, и плюс еще два слоя, которые мы делали под блокираторами, чтобы они все сцепились между собой, чтобы произошло сцепление всех слоев шерсти. Отжали воду. Вот как я говорила про лишнюю воду. Если она есть, накрыть сеткой и с помощью полотенца убрать лишнюю влагу. Вот сейчас она уже не нужна. Для того, чтобы влага не замедляла процесс, надо убрать воду. Убрали воду. Дальше мы делаем, вот как я называю, это шлифуем. Шлифуем мы сейчас, получается, верхние слои шерсти уже. Ну, то есть убираем там всякие сопельки, всякие неровности, которые могли возникнуть в процессе раскладки последнего верхнего слоя. Как это делается? Накрываем сеткой. И сетку промыливаем сухим куском мыла. Ну, не в смысле вот прям новый принесли кусок и начали мылить. А то есть мы его не окунаем вот сейчас в чашку с водой, а просто вот этим куском, который у нас лежал уже, получается, пока мы другие работы делали. Ну, он так слегка обветрился, что называется, на нем влаги нет. Мы им натираем вот эту сетку. Натерли эту сетку, получается, и теперь круговыми движениями мы начинаем затирать поверхность под сеткой. С нажимом по верхним слоям, получается, шерсти. Вот мы хорошенько, вот видно даже, вот получаются такие круги. То есть вот по всей поверхности такими кругами мы проходим. С обеих сторон шаблона, крылышек. Вот мы таким образом отшлифовываем верхний слой шерсти. Отшлифовали. Теперь берем и хорошенько проходимся по верхней части сумки, вернее, шаблона, там, где у нас будет разрез в полость сумки. Вот берем рукой в перчатки и от боков к середине, от краев к середине, такими движениями держа шерсть как бы в руке, вот между, снизу пальца, сверху большой палец, да, снизу все остальные. И вот хорошенько с нажимом проходимся по этой части. Ну, для чего мы это делаем? Потому что сейчас мы будем делать разрез в сумку. Как раз будем разрезать наш шаблон, получается. Разрезать будем сейчас шаблон. Берем ножницы и очень аккуратно разрезаем вход в сумку. То есть получается вот таким образом. Вот такие ножницы, я, к сожалению, где-то, по-моему, они у меня еще есть. Очень хорошие ножницы, сапожные ножницы. Я их покупала в сапожном магазине. Знаю, что уже многие ими пользуются. Они на ярмарке тоже продаются. Но на ярмарке они, конечно, дороже, чем можно их купить в обычном сапожном магазине. Есть такие магазины, где есть все сопутствующие товары, которые продаются для сапожников. Эти ножницы очень замечательные. Они режут кончиками, самыми кончиками. Они прорезают и самый толстый войлок, и прорезают и войлок, и кожу. Вот нашла совершенно случайно, но это уже было тоже давно, и я знаю, что многие уже ими пользуются. Искала ножницы. Ну, неохота мне было там покупать за тысячу с чем-то ножницы, которые действительно хорошие. И совершенно случайно я их увидела, и, в общем, это супер вещь, эти ножницы. Вот таким образом. Значит, вот разрезаем вход в полость сумки. И аккуратно вытаскиваем шаблон, не забывая о том, что у нас еще шерсть не свалялась. Она все равно лишь сцепилась. Поэтому очень аккуратно, одной рукой придерживая внутри, другой рукой вытаскивая шаблон, еще не забывая, что у нас часть шаблона в крылышках. То есть нужно засунуть руку и сначала постараться высунуть эту часть шаблона из одного крылышка, потом из другого, потом вытащить все. Не растягивая вход в полость сумки. Очень аккуратно. И не заглядывать в сумку не надо, ничего. Просто вот таким образом сумка лежит на столе, то есть на плоскости, и вы аккуратно вытаскиваете шаблон. Теперь очень аккуратно опять, приподняв верхнюю часть сумки, вторую руку засовываем в сумку, в полость сумки, и проходимся по внутренней части сумки, сверху сумки, там вот верхняя грань вот эта, чтобы опять же закрепить вход в сумку, чтобы шаблон не растянулся ни в коем случае. То же самое потом мы сделаем с обратной стороны, тоже перевернули сумку, и с той стороны, опять же, рукой. Пупырка вот, кстати, должна быть жесткая на столе, на ней лучше работать, мягкая пупырка, она сдвигается, она получается, на ней очень сложно работать и во время раскладки, и во время уголки. Поэтому постарайтесь купить пупырку, есть такая, вот эта воздушно-пузырьковая пленка, так называемая пупырка, она есть твердая, такая жестенькая, такие пузырики жестенькие, материал сам, вот на ней лучше всего работать. Теперь вы засовываете руку, и с внутренней стороны вводите по этой, получается, пупырке рукой, тем самым уже уваливая, как бы, сцепляя получше шерсть, превращая ее потихоньку в горлок. Теперь складываем оба края и заваливаем разрез одной рукой. Ой, ну да, в смысле, разрез, вход в сумку рукой, то есть два уже края берем, придерживая одной рукой, придерживая второй вот так вот опять, от краев к середине, от краев к середине. Провели такие движения, потом перевернули сумку к себе, так сказать, уже не боком, чтобы разрез был, а наверху, чтобы он перед вами был. И вот, если образовались какие-то складочки, вы их аккуратненько разминаете поверхность сумки, вминаете. Теперь надо разровнять бока сумки и днище сумки. Ну, вот таким образом. Засовываем руку в сумку, кладем на нее сумку, получается, боком вот так вот кверху, и разравниваем второй рукой вот эти вот неровности. Желательно этот процесс не откладывать, то есть слегка мы сначала затерли вход в сумку, а потом вот делаем это, потому что если вы очень хорошо заваляете вход в сумку и забудете перед этим размять бока, то у вас будут рубцы на боках, на боках и дни. То есть вот он получился, этот рубец, мы его еще не разогнали, получается. Мы затерли, получается, вход в сумку, а рубец там останется, поэтому надо сначала слегка пройтись по самому разрезу и перейти вот сразу на бока и днище сумки. То есть вот брать и разравнивать вот эти вот, второй рукой, разровнять вот эти все бугорки. Разровняли. Что-то опять не хочет. Так, ну вот опять. Теперь притираем рукой всю полость сумки. То есть сначала мы были, двигались только сверху сумки, в области разреза притирали, теперь вот таким же образом проходимся по всей полости сумки. Прошлись по всей полости сумки с одной стороны, перевернули ее, опять шмякнули на стол и с другой стороны опять рукой двигаем по пупырке, то есть по внутренней стороне, по внутренней части сумки, и о пупырку она утирается. Но крылышки мы не трогаем, крылышки мы не растираем. Мы берем наоборот тоненькую нитку с тоненькой иголкой и в месте, где крылышки крепятся к боку, так сказать, сумки и самой совы, мы делаем такой наметочный шов. В принципе, нитки эти можно потом в конце работы будет убрать, а можно будет, бывает так, что они заваливаются, их вообще не найдешь. Ну, в общем, вот таким образом они сшиваются. Оба крылышка в этом месте. Так, опять не хочется. Шили, и теперь мы их начинаем затирать. Очень тщательно притираем, чтобы вот слои шерсти, то есть у нас там был шаблон, и мы его выложили с одной стороны шаблона, два слоя и с другой. У нас теперь цель, чтобы эти, поскольку еще такая статия, что это, в принципе, произойдет запросто, чтобы эти слои с одной стороны крылышка и слои с другой стороны крылышка свалялись между собой. То есть образовалось одно такое целое крыло, цельное крыло вот такое получилось, целое полотно получилось у этих крылышков. Заваливаем. Проходимся раскаткой по основной части шаблона. Проваливаем с помощью раскатки основную часть, часть крылышек с одной стороны, с другой стороны проходимся. Вот по крылышкам проходимся точно так же. Засовываем руку в полость сумки, в перчатках и обеими руками, работая обеими руками, растираем весь наш воздух. Что я подразумеваю под тем, что это обеими руками? Это не значит, что вы внутрь засунули одну руку, держите ее просто, а второй рукой сверху работаете. Нет, работают две руки. Работает и рука, которая в полости сумки, и которая сверху. Вот они между собой вот так вот трутся. Эти руки. Я не знаю, слышите звук, не слышите. Вот таким образом они трут. Этот войлок между ними получается. Тогда вот достигается тот эффект, что войлок притирается. Слои вот этой шерсти, они притираются, стираются друг с другом, сцепляются. Они просто, если одна внутри рука, а вторая сверху ее просто гладит, то смысла этого вообще его нет. Получается, второй рукой вы только гладите сверху, а та внизу держит. Вот если вы двумя руками работаете, вот происходит вот этот самый момент сцепления войлока. Так, не забываем опять про бока и дно сумки. Равняем опять, к этому теперь возвращаемся. Точно так же разравниваем обеими руками и работаем обеими руками и по бокам, и по дну сумки. Ну вот, теперь разровняли, получается. Разровняли сумку, получается, после того, как мы прошлись по бокам и по дну. После этого мы ее сложили и выровняли. И складываем, вот мы ее заворачиваем в пузырьковую пленку. Вот, в данном случае мы заворачиваем ее по горизонтали, получается, и катаем 50 раз. Развернули, разровняли, проходим с раскаткой. Сложили теперь по вертикали, точно так же провертили ее, прокатали 50 раз, развернули и проходите с раскаткой. И вот эти операции вы повторяете несколько раз. Катаете в рулоне, разворачиваете, разравниваете. Катаете в рулоне, разворачиваете, разравниваете. Ну там, я не знаю, 3-4 раза, но тоже это зависит от того, у кого какой нажим при катании и при разравнивании получается. Ну вот, в принципе, где-то это получается 3-4 раза. И при этом еще не забывать, вот, как бы, временами засовывать руку внутрь и внутри проходиться с перчаткой рукой. Рукой, вот так же, как мы это делали, по пупырке, вот мы рукой трем, с одной стороны, с другой стороны, в общем, разравниваем. Вот, можно использовать такой же, вот еще такой массажер, тоже. Массажер замечательный, благодаря Наташе Коротковой, которую вот я сейчас вижу, кстати говоря, в чате. Она мне вот порекомендовала такой массажерчик. Наташа классный массажерчик, я его оценила по достоинству. Он очень дешевый, он продается в фикс-прайсе, стоит он на данный момент, по-моему, 47 рублей или сколько-то. Но здорово тоже он так через все слои войлока проходит. Ну, в общем, классная штука тоже, в принципе. Так что, если что, вот можно воспользоваться и им. Так. Снова разравниваем утолщение по бокам и дну сумки, получается. Проходим опять руками, ровняем, ровняем, ровняем. Чувствуем, что там какие-то есть бугорки, значит, разравниваем, разравниваем. Вот. Проходимся по бокам и дну массажером тоже. Вот таким образом. Немножко сложили по другому сумку и разравниваем, получается, вот эти бугорки, которые у нас возникли на дне сумки. Ну, и бугорки, и складки вот на дне сумки, на боках сумки. Теперь смотрим, что у нас получилось. Складываем сумку. Вот этот процесс тоже, да, я проделываю постоянно. Я поработала с сумкой, например, ну вот, покрутила ее в рулоне, по горизонтали, по вертикали, разравняла. Потом я обязательно складываю ее пополам и смотрю, нет ли где-то перекоса, нет ли так, что где-то один дно у нее, например, один край дна, например, более круглый, другой более сквадратился там, грубо говоря. Ну, короче говоря, я проверяю, насколько она равная. Тут вот получается, извините, это не поменяли надпись на этой слайде. Вот здесь я показываю, что я складываю сумку пополам и проверяю ее вот на то, чтобы она была вся симметричная. И вот эту операцию я повторяю очень часто, то есть после, ну, несколько раз в процессе валяния. Контролирую, то есть опять же процесс, чтобы сумка была симметричная и ровная с обеих сторон. Так, теперь мы прокатаем сумку в полотенце. Точно так же по горизонтали и по вертикали по 50 раз череду с раздраженным. Зачем это нужно? Вот, на мой взгляд, катание в полотенце делает войлок тоже более ровным и более пластичным. Вот почему-то так получается. Вот прокатаешь его потом почти на конечном этапе у валки, вот в полотенце, и получается, ну, очень хороший, красивый какой-то такой войлок. Я не знаю, ну, вот оно так есть. Ну, вот я выровняла сумку, выровняла ее, получается, разложила, вот выровняла. Что я делаю дальше? Дальше я прощупываю руками там, где у меня были блокираторы, изображающие, так сказать, бока совы. Вот я их прощупываю и карандашом прорисовываю их. Но я делаю эти разрезы таким образом, вернее, намечаю вот эти контуры таким образом, чтобы там, ну, немножко они не до конца того места, где заканчивается блокиратор. То есть блокиратор должен чуть-чуть еще оставаться в глубине, вот как бы, по периметру. Так, это я делаю, я перевернула сумку на другую сторону, потому что, получается, как бы, вот те блокираторы, они на передней части сумки, а вот сам клюв, сам клапан, он на задней стороне сумки. И вот сейчас как раз я вырисовываю вот этот клапан. Я рисую вот этот клюв, то есть треугольный такой получается. И вот я его вырезаю, я вырезаю клапан этот. Вырезала, вот положила сумку, опять повернула ее передней стороной, и вот что получилось. То есть у меня вот намечены эти разрезы, получается, бока, где стоят блокираторы, и видно этот клапан будущий, то есть нос сумки с той стороны, с обратной стороны сумки. Беру канцелярский нож и аккуратно прорезаю войлок до блокиратора. Можно вот им немножко слегка там, ну, какую-то часть разрезать этим ножиком, потом можно вот вставить вот эти сапожные ножницы, которые очень хорошо режут, и уже вырезать непосредственно ими. Ну, ими даже удобнее контролировать процесс, в том плане, что ножом можно прорезать блокиратор, да, скажем. А этими ножницами вы уже тут подцепите, там, где было разрезано, и спокойненько вырежете дальше. Вот, вытаскиваем блокиратор. Аккуратно тоже опять, не дергая. Разрезаем, вырезаем и со второй, вот я чуть-чуть там подравниваю, получается, что-то там кусочек. Вот таким образом у нас получились бока у нашей птички. Что мы делаем дальше? Дальше мы затираем, замыливаем клюв, потому что мы только что вырезали, получается, в этих местах войлок, и как бы нужно замылить края. Вот мы замыливаем, получается, края вот у нашего клюва. Ну, не у нашего, а у клюва будущей совы. Таким вот образом. Переходим к следующей части. Что мы делаем? Мы разрезаем область, которую мы закрыли, область блокиратора, в которую мы закрыли при филтах. Вот для этого мы острыми ножничками разрезаем по центру каждую полосу при филтах. Но, опять же, прощупывайте руками, смотрите и разрезайте. То есть это все чувствуется, там, где блокиратор, это чувствуется на ощупь. Просто на ощупь это можно почувствовать, и вот разрезаете в этой области, получается, при филт. Разрезаете и вытаскиваете блокираторы. Вот, точно то же самое мы проделаем с другой стороны. Вот мы с обеих сторон крылышек вытаскиваем блокираторы, получается. Разрезаем при филт и вытаскиваем блокираторы. Вытащили. Теперь мы замыливаем. Замыливаем края разрезанного при филта. Замыливаем и слегка их растягиваем для того, чтобы придать им такую некую волнистость. То есть чтобы они не легли прямо, а вот как бы немножко изгибались так вот таким образом. То есть мы их вот в пальцах немножко вот получается так слегка растягиваем, заваливаем и растягиваем вот таким образом. Ну, например, замыливаем, заваливаем и слегка так растягиваем. Ну вот, получается, что сумка практически готовна. Можно ее нести, выполаскивать, сушить, придать ей форму. Но тут, в принципе, у нее форма уже есть, но вы можете сделать ее или как сумку-планшет плоскую, или слегка ее сделать такую, чтобы у нее было объемное дно. Для этого, после того, как вы ее выплоскаете, получается, отжали в полотенце. Раз ее, опять же, с помощью можно раскатки, или в данном случае даже уже можно с помощью скалки обычной прямой, ее раскатать по столу, по полотенцу, то есть разровнять ее. Потом поставить ее дном вниз, внутрь вот это самое, опустить скалку тупым концом, и пройтись по дну скалкой как раз, формируя вот это самое дно. То есть толщину дна вы можете сформовать уже вот какую вам хочется в данный момент. Таким образом. То есть придать ей некий объем. Ну, бывает, когда я делаю объемные сумки, и изначально я думаю, что у нее должно быть широкое дно, большой объем, тогда я, в принципе, вот этим моментом формования дна занимаюсь до того, как я иду ее полоскать. Но здесь у меня такой цели не было. Сумочка получится объемной, но не до такой степени. Ну вот, сумка высохла, пора наводить красоту. Расшиваем шелковыми нитками подходящего цвета. Да, приветствуется полет фантазии. В общем, вытащили все, что было, сходили по друзьям, собрали у них то, что было тоже. Ну, вот таким образом. И нашиваем все, вот прям, чтобы вот таким образом, значит, показывать. Что я делаю? А, ну вот я сначала расшила шелковыми нитками, получается, вот поверху вот этих бочков и внутри бочков. Ну, я не знаю, тут не очень может быть видно на слайде, но вот там, получается, расшито шелковыми нитками, получается, бока еще. По периметру каждого бока. Таким образом, значит, дальше что? Дальше я намечаю, где у меня будет магнит, застежка. Ну, вот основная часть магнита будет на самом, на самой сумке, по центру. Причем я проколю даже два слоя. То есть я вот край этот подогнула у сумки. Он не открытый, получается, а подогнула я вот этот краешек небольшой, получается. Для чего я обычно это делаю? Ну, он, получается, более прочный, вход в сумку, во-первых. Во-вторых, и магнит удобнее крепить таким образом. Ну, вот, и получается, то есть я изначально, получается, на шаблоне мы раскладывали, где можно было, например, разложить сразу на одной стороне сумки только область до будущего клапана, а с другой стороны с учетом клапана. Я обычно так не делаю. Я раскладываю вровень, то есть с двух сторон. С той стороны клапан, а с обратной стороны я эту часть все равно использую. Я ее подгибаю внутрь сумки и делаю переднюю часть сумки еще более прочной, плотной и удобнее на нее крепить магнит. Так, прокалываем, прокалываем и крепим магнитики. Крепим магнитики. Вернее, магнитик одна часть внизу, вторая сверху. Прикрепили магнитик, но вот дальше, дальше тут уже кто во что гораст. То есть мы начинаем декорировать. Как я сказала, у меня, вот пройдясь по друзьям, я заимела очень замечательные эти кокосовые плашки такие, и одна плашка пойдет в качестве клюва, а другие две плашки пойдут в качестве, получается, глаз у меня в данном случае. Почему-то у меня слайды эти не развернуты, хоть я их и планировала развернуть. Ну, вот, в общем, получается, глаза, тут можно собирать из чего угодно. То есть я иногда собираю глаза, например, из пуговиц. Какие-то пуговицы я беру плоские, то есть вот основную часть глаза, например, из плоской пуговицы, а верхушечку глаза, например, из пуговицы с ножкой. Можно пропилить дырочку в пуговичке, которая плоская, в нее засунуть пуговичку, которая с ножкой, и с помощью этой ножки закрепить такой глазик. Это тоже очень классный вариант, между прочим, использование. Вот я его использовала, например, на той сумке сова, которая вот коричневая у меня есть. Там глаз сборный именно из пуговиц сделан. Ну вот, я показываю тут некоторые возможности декора, как можно там ее разукрасить. Сову, ну, к сожалению, почему-то я же говорю, у меня этот слайд не перевернут, ее бы надо перевернуть, но вот таким образом. Вот, вот этот слайд перевернут. Вот таким образом можно ее украсить, пожалуйста, сову. Но, в общем, сумка готова. Крепите ручку и идете с ней гулять. Сейчас я покажу готовый вариант сумки. Ну, хочу сказать, что победил минимализм. Вот такая получила сумка. То есть пока я украшать ничем не стала, в этой сумке под крылышками. Но вот в серединку я и нашила такие перышки. Вот такую сумку вы можете сделать. А можете просто воспользоваться идеей использования блокираторов и идеей возможности этого шаблона. Они тоже безграничны. С помощью такого шаблона, то есть вот, можно делать что угодно. То есть сумочку, там, я не знаю, лисичку, сумочку, кошечку, сумочку, что угодно. То есть вот перетянули, вырезали немножко по другому мордочку на клапане, то есть клапан, то есть или в качестве клюва, или в качестве носа используется. Это кому как. Ну, вот получается такая сумка. В общем, так вот. Все. Сова улетела, ребята. Что у нас дальше? Ну что, я должна ответить на... Или как сейчас, Сергей? Что я сейчас делаю, отвечая на вопросы? Нет, сейчас вы рассказываете про платный свой курс, и после этого вы рассказываете нам, отвечая на вопросы. Ну вот и так. Значит, мы переходим вот непосредственно к видео мастер-классу, который я вам сегодня всем предлагаю. Ну вот такие сапоги. У нас они назывались сапоги-чулки, а как мировой тренд они шли в гоу-гоу-ботс, поэтому они так у нас и называются. То есть у этих сапог твердая голенища, ой, твердая область стопы и мягкое голенище, которое можно, в принципе, или собрав, спустив и собрав, зафиксировать на ноге, или натянув и подняв, зафиксировать на другой высоте ноги. Ну, в общем, вот в этом мастер-классе я покажу, как сделать такие сапоги, чтобы можно было вот так трансформировать голенище. Ну вот. В первой части вы научитесь измерять, строить, взвешивать. Будем делать выкройку. Выкройку делать будем. Вот эту выкройку я... Кстати, вот эту выкройку я, опять же, блуждая в интернете, нашла очень классную книгу одного мастера, Кожевина, где американца, он строит и шьет, получается, ковбойские сапоги. И там такая интересная выкройка, я ее увидела и обалдела, и подумала, что для сапог она больше всего подходит. Но, конечно, получается, что там выкройка, она-то рассчитана на кожаную обувь, а кожаную обувь делается по-другому. У нее пришивная подошва. У нас же другой, получается, случай. В общем, у нас обувь цельноваленная, область подошвы уже заложена, получается, в нашу выкройку должна быть заложена. Поэтому пришлось немножко ее трансформировать, немножко пришлось ее, как бы, ну, изменить. Но, тем не менее, как бы я довольна результатом. Вот эти сапоги сделаны именно по этой выкройке. Так. Научитесь раскладки. Да, я покажу, как разложить именно такие сапоги. И вот эти секретики, с помощью которых у нас получится такое голенище, которое будет и гибким, тонким, не будет рваться при том самом. И еще, что самое интересное, оно будет фиксироваться на нужной высоте ноги. Вот. Это очень интересно, мне так кажется. И потом это такие сапоги, ну, вот их можно носить и зимой, в принципе, и можно их носить и осенью. Область стопы толстая, область голенища мягкая. То есть, можно надеть туда, я не знаю, толстые эти, ну, даже не толстые, можно надеть там, я не знаю, лосины, можно надеть там что-то, сейчас там только не носят, толстые колготки, что угодно. И, в принципе, можно ходить в них и зимой. Так что, очень удобный вариант. Демисезонные зимние обуви. Дальше я покажу, как мы будем притирать и уваливать эти сапожки, и причем мы это сделаем абсолютно без всякого рубеля. То есть, мы будем это делать только одними руками, но у нас еще будет вот раскатка. Немножко мы используем вот этот вот серп, который там лежит, но, в принципе, если серпа нет, то можно обойтись и без него. Ну, как бы, единственное здесь... Ну, вот, это как называется, господи, только слова переговорила. Единственный инструмент, который мы используем, это раскатка. Тот же самый массажер, который я вам показывала, получается, в той части, где мы говорим, ну, вот в мастер-классе по этой сумочке. Вот это самая раскатка массажера. Все. И мы, получается, без особых физических нагрузок, то есть, как бы, если есть такие, кстати, люди, которые очень любят работать с рубелем, то есть, это для них просто кошмар какой. Хотя, если научиться, то это тоже классно в каком-то смысле. Но, в общем, в физическом плане нагрузка здесь не будет такая, как если бы мы валяли другие сапоги и другого материала по другой технологии, скажем так. То есть, это тоже интересный вариант технологии, которому я вас научу. Так, ну вот, в следующую часть мы будем клеить, пришивать подошву. Ну да, я расскажу, какую подошву лучше выбрать. Всего, какая более подошва подходит для зимней обуви. Покажу, как я пришиваю. Покажу, кстати, здесь, покажу, как я приклеиваю подошву, покажу свое небольшое ноу-хау, как я приклеиваю тоже подошву. Ну и научу пришивать. В общем, таким образом. Точно. Хочу сказать такую вещь. После того, как сначала очень многие вообще боятся процесса пришивания на подошву, но после того, как они попробуют это, тоже получат какой-то кайф. Очень многие девочки сначала этого боятся, а потом говорят, ух, как это классно пришивать подошву. Мне очень нравится. Так что я научу пришивать подошву. Ну и... Что там еще у нас? Ну и научу доводить зачинки до совершенства. То есть этап окончательного уплотнения войлока, наведения лоска. Что мы для этого делаем? И, кстати говоря, вот еще наш секретик окончательно воплотим, так сказать, в этих сапогах. То есть сделаем так, чтобы они плотно сидели по ноге, получается, на том месте, где мы хотим их зафиксировать. Ну, в общем, это получается видео, оно рассчитано на 5 с лишним часов. Там я постоянно буду с вами, что называется, от начала до конца. Буду валять эти, получается, сапоги. Некоторые части вообще без, как сказать, купюр, что называется. То есть от начала до конца я, например, покажу процесс увалки сапог. То есть это будет вот абсолютно полный этап. И я там поделюсь всеми своими, так сказать, хитростями и наработками. Точно так же, как я вот вам сейчас мастер-класс показывала, рассказывала. Там я расскажу все, что я делаю, когда я валяю обувь. В общем, таким образом. Ну вот. Вообще стоимость видео 4 900 рублей. На сегодняшний день цена у него 2 900. Так что, кто хочет купить видео, научиться валять такие сапожки, пожалуйста, нажимайте на баннер красного цвета, за словом заказать. Так, Сергей, что я должна делать еще? Ну, сейчас имеет смысл сказать, что чтобы заказать этот курс, нужно нажать на баннер, который слева от видео. Давайте я сейчас буквально за несколько минут расскажу, как его оплачивать. Но вначале мы Марине поаплодируем за ее выступление, за огромный труд в подготовке этой презентации. Ну, я видел ваши комментарии, что очень многие написали, что это потрясающий, подробный, практический мастер-класс, которого они раньше вообще никогда не видели. Ничего подобного. Я полностью согласен. Мне несколько было неприятно, когда в момент этого мастер-класса какие-то люди пытались там, а куда пойти, а где на ярмарке, а где этот сайт, а вот что еще, а где вы покупаете подошву, а где вот вы, а вот это что. То есть, вот такое ощущение, что вообще пофиг, что человек выступает. Но бывают такие люди, к сожалению. Да, нескольких я успел забанить за то, что опубликовали ссылочки. Но это нормальный процесс, так всегда бывает. В основном люди вменяемые и оценивают вот этот труд, огромный, колоссальный, под достоинством. Мне это приятно. То, что касается мастер-класса самого вот этого платного курса, ну, я, наверное, единственный из присутствующих его смотрел, он снят очень качественно, очень классно. Его видно потрясающе, там все мельчайшие подробности вы увидите. И 5 часов видео, то есть, ну, материала, вот вы сейчас смотрели, ну, сколько, полчаса, наверное, шоу-мастер-класс весь от начала до конца. Там 5 часов в видеоформате создаются вот такие замечательные волшебные сапоги с подошвами, со всеми тонкостями. Поэтому, ну, честно скажу, за такую цену я бы и сам купил, но, блин, точно не успею еще и валять. Но, я думаю, люди, которые в теме валяне, вы понимаете, насколько это качественно серьезный материал и кто знает этого автора. Так, сейчас я покажу, как мы это оплачиваем. Так, смотрю, получилось мне показать на главном. Все, вроде бы получилось. Итак, мы с вами находимся вот в этой комнатке. Нажимаем на баннер «Заказать», который слева от видео. И переходим на страничку вот с этим мастер-классом. Я вам напоминаю, что через 3 дня он станет по цене 4 900. Это тоже для него нормальная цена. Если кто-то не успевает по 2 900 заказать, то и по 4 900 это совершенно вменяемая, правильная, честная цена. Потому что такого количества материала я бы еще дороже, наверное, ценил. Здесь вы посмотрите, какие у вас получатся сапожки, когда вы закончите создание их по этому курсу. И дальше, чем вы научитесь на курсе, то есть все кратенько, все сжато лаконично по существу. Здесь нажимаете на кнопку «Заказать» и в следующем окошке вы уже видите окно оформления самого заказа, вводите сюда свое имя, фамилию, емейл и телефон. Пожалуйста, емейл, телефон вводите правильно, потому что на емейл вам придут ссылки для скачивания этого курса и телефон, по которому наш менеджер может уточнить у вас детали с заказа. Нажимаете «Отправить» и здесь выбираете способы оплаты. Но каждый день повторяю, каждый день приходят новые люди, поэтому приходится повторять одно и то же. В общем-то, те, кто часто слышит, наверное, могут вместо меня уже все рассказывать. Гузель точно может, уже выяснили. Вот, первый способ робокасса, надежная оплата через визу, мастер-картки, кошельки, альфа-клики, юнистримы и так далее. Много-много-много всяких способов оплаты. Самый популярный способ оплаты у нас на фестивалях подходит абсолютно для всего Рунета. Я подозреваю, что и за границей можно оплатить, по крайней мере, можете попробовать, если других возможностей не найдете. Яндекс. Деги. Значит, это Яндекс, у кого есть Яндекс. кошелек, работает автоматически, то есть, сразу система срабатывает и зачисляется платеж, и вам сразу приходят ссылочки на скачивание курса. Система Интеркасса. Это украинская система, вернее, да, она украинская, но она для работы с Россией, с Украиной создана. Мы с ней работаем уже очень давно, работает она очень качественно, без всяческих вопросов. Значит, можно оплатить здесь через Приватбанк и через терминалы Украины, и также из России можно оплатить. Когда перейдете сюда в Интеркассу, те, кто из Украины, вот здесь сверху у вас будет возможность переключить на гривны и посмотреть, сколько денег с вас система списывает. PayPal. Это система приема платежей в автоматическом режиме. У кого есть PayPal, вы им пользуетесь активно. Тоже надо сказать, что мастера в Алиане и ученики очень продвинутые, многие через PayPal платят. То есть, вот эти четыре способа, где вы получаете заказ мгновенно. Следующие способы, ниже расписаны, это те, которые требуют подтверждения у оператора. То есть, что это такое? Нажимаете здесь «Выбрать», страничка отъезжает вниз. И можете перевести на карту Сбербанка. То есть, это привычный способ, любимый многими. Значит, вы можете также через Робокассу перевести, например, с карты Сбербанка, но если вам удобно здесь, значит, вот на эту карту, которая здесь написана, или здесь она выше написана, переводите сумму за заказ. Вот здесь внизу, видите, есть карта Сбербанка. здесь пишите номер кошелька, с которого оплатили и оплачено. Так, сейчас я посмотрю, секунду буквально, все работает, вы меня видите. Вот. Следующий способ, Яндекс.Деньги вручную, то есть, если у вас нет на кошельке денег, либо у вас нет еще самого кошелька, можете переписать вот этот номер, сходить в связную, в рассеть, и вручную заплатить сумму на вот этот счет. Будет без процентов. Киви кошелек, также многие знают его, значит, здесь обращено внимание, что это не пополнение баланса мобильного телефона, а именно оплата на этот Киви кошелек. Вот. Сюда же платят в основном у нас Казахстан, ну и Россия. Ну и чаще Казахстан платит через Киви, там можно заплатить национальных валют. Так, WebMoney, это система переводов электронных, такая же, как Яндекс.Деньги, только посложнее кто-то ей пользуется. Тоже есть два кошелька рублевых, один долларовый. Western Union и MoneyGram, это система быстрых переводов, то есть, их нужно отправлять в пунктах, где их принимают. Также, после вот этой любой оплаты, напишите, вот здесь вот можете выбрать способ, который мы платили. Номер счета кошелька, в частности, со Сбербанка последние четыре цифры и оплачено. В этом случае мы получаем уведомление об оплате. Значит, что хочу еще сказать, если есть какие-то вопросы, если вы не знаете, как оплатить свой заказ, не знаете, где его найти и так далее, то есть, все что угодно. Вам нужно будет оформить заказ, после этого дождаться на следующий день, как правило, вам менеджер перезвонит и все расскажет, поможет. Если вы хотите поскорее, напишите вот на этот адрес info.feltinschool.ru и вам ответят. Также я прошу внимание, что сейчас у нас 8 часов вечера, если вы через час оплачиваете и пишете, вам никто не ответит до утра, потому что мы по ночам не работаем, как ни странно, может показаться, но ночью мы не работаем. Поэтому с утра московского времени, пожалуйста, можете позвонить. Вот есть два бесплатных телефона, справочных 8800 со всей России и второе плюс 7 499 и так далее. Вы можете позвонить из Москвы бесплатно, либо из-за границы по скайпу вот на этот номер. Ну вот, в общем-то, все, что касается оплаты. Так, сейчас я снова включу. Мы включились. И, пожалуйста, сейчас я посмотрю буквально 2 секунды. 2 секунды хочу такие сапоги. Какие есть вопросы по оплатам, по заказам мастер-класса, напишите, пожалуйста. Так, а Марина здесь у нас? Марина... Да, конечно, я жду, я думала, может быть, девочки вопросы задают какие-то. Я думаю, если вы не ответите, где вы покупаете подошвы для обуви, просто не уснет половина интернета. Скажите 2 слова. Хорошо, я постараюсь ответить на этот вопрос тоже. Да. Вы можете уже отвечать, потому что... А отвечать как? В смысле, там писать... Не, 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 словами скажите. Можно, да? Так, ну тогда я посмотрю. Значит, вот я увидела здесь вопрос, где и как записаться на мастер-класс в Москве. В Москве мастер-класс можно записаться у меня на сайте. Мастер-класс проходит в студии Украса, а записаться можно у меня на сайте. Понятно. Так. Про подошвы. Про подошвы не сказали? Про подошвы. Вот подошвы, конечно, очень такой серьезный вопрос, но в принципе подошва в основном, конечно, у нас импортная, то есть на данный момент это украинская подошва в основном, но заказываю, получается, что я пытаюсь всеми возможными способами заказать там, где это возможно. То есть, ну, получается заказать на Украине, заказываю на Украине, получается заказать на ярмарке мастеров, заказываю на ярмарке мастеров, получается. У нас есть там на ярмарке мастеров тоже очень много магазинов, которые занимаются именно подошвой. У них можно купить. У нас есть российские производители подошвы. Их, правда, не так много, но они есть. Есть в Санкт-Петербурге фабрика, получается, ой, господи, забыла, вдруг слово вылетело, как она называется. Z-Form называется фабрика. У них есть подошвы. Ну вот, есть сейчас подошвы выпускает, получается, ростовская фабрика. Названия у нее нет, это просто небольшое такое, как бы, производство такое, ну, ООО, грубо говоря. Но, в принципе, если девочки напишут мне в личку, я напишу, где там, ну, не в личку, а вот, возможно, ВКонтакте могут написать, я просто напишу, где возможно купить. Но проще всего, конечно, сейчас вот, если делать, ну, не массово подошвы, ботинки, а то есть вот одну, пару, две, проще заказать на ярмарке мастеров, конечно. Если вы планируете заниматься обувью вот так вот уже серьезно, то да, там надо искать вот ну, всякие возможные пути. То есть, или на Украине находить пути, заказывать на фабрике, есть смысл, если вы много будете делать обуви. Если нет, я еще раз повторяю, нет смысла очень сильно этим заморачиваться, можно заказать на ярмарке мастеров подошву. Вот здесь было еще два вопроса важных. Первый вопрос был, для какого уровня рассчитан мастер-класс, подойдет ли для новичков? Пройдет. Могу сказать, что пройдет, если будут делать то, что делала я, вот строго следуя тому, что я показываю, то да, пройдет. Но, в принципе, я хочу сказать такую вещь. На мастер-классы ко мне приходят люди даже, которые вообще шерсть видят в первый раз. И, в принципе, они уходят с ботинками, сапогами. Да, понятно, там они валяют со мной вместе, но здесь я постаралась именно сделать такой мастер-класс, чтобы, ну, любой человек практически, если у него есть желание, но он знаком вообще хотя бы с шерстью, не обязательно вот с такими изделиями, но он держал шерсть, как-то понимает вообще, как это работает, то он запросто сваляет, я думаю, такие сапоги, такие сапоги. Так, вопрос ко мне. Можно ли перечислить на карту через оператора Сбербанка, можно, можно прийти в Сбербанк, принести номер карты, на нее положить денежку. Можно. Так, сколько будет стоить мастер-класс в Москве? Мастер-класс в Москве стоит 9 тысяч рублей. Мастер-класс длится 3 дня. 3 дня мы работаем. Ну, то есть те, у кого есть 9 тысяч рублей еще и 3 дня времени для этого, наверное, и живут в Москве или могут туда подъехать, могут, наверное, найти действительно возможность пройти очно. Те, кто не хочет, но хочет тоже научиться делать то же самое, можно за 2 900. Я думаю, вот этот вопрос обязательно нужно ответить. А шерсть биркшаф или нет? В данном мастер-классе, да, шерсть биркшаф используется. Но вообще, как бы, это, валяю из и новозеландского кардачоса, и из болгарского кардачоса, но вот и немецкого биркшафа в том числе. В данном случае, да, это именно шерсть биркшаф, кардачос биркшаф. Хорошо. Еще такой вопрос был про Mac, то есть человек скачал файл, он экзешный, на Mac не открывается. Значит, у вас еще было два слайда, по-моему, насчет курса. Да, было там, по-моему, да. А почему-то они у меня не показались, да. А, или показали, или я не дошла до них, получается. Не знаю, вы здесь остановили. Вот, 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 вот. Так. Извиняюсь, я почему-то не дошла до этого слайда, уже выдохлась. Так, ну, расскажите, чего, какие нюансы? Ну, нюансы такие, если хотят заказывать для Mac, то нужно написать вот на сайт perfectfield.com, ну, и там, я думаю, эту проблему решат, в принципе. Но это мой сайт, и, как бы, техподдержка решит этот вопрос. В таком случае, вот, написать надо, если есть желающие, кому нужно именно на Mac, пусть пишут на, как бы, адрес вот этот, который здесь указан. Да, тут такой нюанс, я тоже хочу еще раз на нем застрить внимание. То есть, ребята свой курс зашифровали, то есть, им нельзя делиться, он закрытый. Единственный момент, что сделано это не в привычном нам редакторе, немножко в другом, и, соответственно, техподдержка осуществляется именно автором, то есть, Мариной и ее супругом, поэтому в каждом письме, где вы оплатили курс, вот по получению этого письма и ссылок, вы найдете почту, сайт, куда нужно обращаться, и если у вас что-то не идет, что-то не получается активировать курс, то вы к ним обращайтесь, они вам оперативно будут помогать. То есть, к нам сейчас вопросы, вот под баннером вы привыкли обращаться, и день и ночь пишите, и мы всем помогаем. К нам вопросы платило, не пришло письмо, пришло письмо, не получается скачать, это вот мы будем решать. А уже, когда вы скачали, курс открывается, не открывается, вот это все, это напрямую Марине пишите, она с вами будет работать. Да, обещаю. Будем работать. Есть ли мастер-класс про супинаторы? А, что там спрашивают? Есть ли мастер-класс про супинаторы? А, имеется в виду, есть ли мастер-класс, как устанавливать супинаторы? Имеется в виду какой, отснятый мастер-класс или такой? Мастер-класс про супинаторы чего-нибудь. Снимать я про супинаторы не снимала мастер-класс, я просто научилась их устанавливать, но в принципе, конечно, я планирую в этот момент подключиться к мастер-классу, когда, который у меня есть по установке, ну, по валянию сапог на каблуке. То есть до этого у меня был мастер-класс, я проводила его, мы валяем сапоги на каблуке, но с монтированным супинатором. А сейчас я хочу проводить мастер-класс, где будет часть, где мы будем устанавливать супинатор. Но пока я еще не готова его выставить, в том плане, что я не знаю, сколько он будет стоить, сколько по времени это будет занимать, потому что понятно, что это еще работа. Это еще время нужно будет, я не знаю, может быть, это день будет, в который мы будем это все монтировать и собирать. Ну, то есть как бы вот во временном пространстве я пока не могу это прокомментировать, но будет. Очень надеюсь, что не так долго ждать придется. Хорошо. Вот Катя Тархан спрашивает, помогут и дадут ли курс, потому что она уже платила, уже скачала, на Маке его открыть не может. Ну, вот она должна написать на perfectfelt.com, там ей техподдержка должна помочь. Да, я тоже думаю, что вопрос решаемый, все получится. Так, все тормозит, все висит, завтра заказ отправила, но не уверена, что ушло. Значит, если вы заказ оформили, но не оплатили, что-то у вас повисло, не работает, мы завтра с вами свяжемся. Вот именно где-то спрашивает материал наш. Материал наш на мастер-класс. Ну, наверное, она не про электронный спрашивает мастер-класс, а то, что касается московского, вы свяжетесь и там все выясните. Я думаю... Да, то, что касается мастер-класса, пишите мне, пожалуйста, или в ВКонтакте, у меня есть группа ВКонтакте, или пишите мне непосредственно на сайте. Ну, в принципе, я объясню, скажу, что и как там. По какому телефону связаться через скайп? Через скайп можно связаться по телефону, который вот верхний. 499-346-63-78. Но это вы сделаете завтра с утра, я надеюсь. Так, ну что, на сегодня, я думаю, мы Марину отпустим, она сделала колоссальное выступление сегодня, я могу точно сказать, готовилось очень много, уже просто больше двух часов. Несколько человек, извините, спрашивают, сколько нужно шерсти на сапоге? Ну, я думаю, это в курсе уже рассказывает. Если вы имеете шерсти на сапоге, да, конечно, это там в курсе рассказано. 9 размер на зиму на сапоге, мне кажется, это немножко как бы не в тело, потому что я тоже захотел спросить, сколько нужно на сумочку. На сумочку там тоже указано сколько, в мастер-классе там указано сколько грамм шерсти, на сумочку я там указала. Нет, я просто хочу сказать девочке, ну вообще, если есть какие-то вопросы, вы можете мне написать, я в принципе, вот, кто ко мне обращался, знает. У меня есть группа ВКонтакте, есть там тема, где люди задают свои вопросы и практически на все вопросы я отвечаю, то есть я не игнорирую ничьи вопросы, отвечаю на все вопросы. Будет интерес? Пожалуйста, задавайте вопросы. Давайте я буквально в паре слов скажу теперь, что нас ждет завтра. Завтра мы возвращаемся с вами к великолепной теме всеми любимой, очень интересной, очень многогранной, это Куна Фелтингу. И завтра будет выступать Наталья Швец, это очень известный художник-дизайнер Куна Фелтинга. У нее тоже запланирован безумно интересный подробный мастер-класс, то есть сейчас как-то вот опять авторы вернулись к этой теме, хотя, честно говоря, вот, но я больше за, так сказать, более краткие выступления, что ли, потому что два часа тяжело, и многие дети уходят, и укладывать это понятно. Поэтому завтра мы ждем вас на нашем месте в 19 часов, и готовьтесь, завтра будет опять очень интересно. А сегодня мы с вами прощаемся, и до скорой встречи. Сергей, а можно я еще вопрос один задам? А, все, доложим. А я могу девочкам поотвечать там в чате сейчас или нет? Ну, конечно, нужно даже после выступления. Девочки же, кто-то позже пришел, они еще середину смотрят. Ну, тогда, девочки, пишите там в чате, я сейчас буду отвечать вам в чате. Да, 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 акция, еще раз спрашиваю, длится, начиная с этого момента, три дня. Через три дня будет тоже нормальная цена, я честно говорю, но немножко подороже на две тысячи. Поэтому, те, кто думает, ну, думайте быстрее, что ли, не знаю. Все, счастливо, и всем пока-пока. Всем спасибо большое. До завтра. До свидания. До свидания.